счетчатик конечно тут было бы неплохо повыше сделать час я попробую вытащить вместе с подложкой в продакшн нормально а нормально ждем мистера винера три призовых места классные смайлики конечно вот и мистер винар очень опасный противник потому что он играет мега точным стандартом это рефлокастеры очень долгое время и если не быть готовым к этому то можно отлететь тем более как можно против этого к этому быть ну ты как бы готов к рефлокастер от мистера винара но все равно можно отлететь просто страта сильная по этой стратегии тот самый sky дважды стал чемпионом мира чуть-чуть ему не хватило третий раз стать только демон хантер 6 уровня с маскотами помешал а так никогда не стоит недооценивать рефлов особенно после патчей на скорость атаки youtube пожалуйста должен уже эти youtube должен эти youtube друзья поехали сейчас кучка точно мистер винар сразу просит паузу не знаю что там произошло традиционно поболеем за сокола какое-то время потом переключимся на других там не были проблемы с компом все еще нет ладно давайте я еще раз делаю рестарт поехали карта острова эхо но скорее всего она не внесет с не переключимся сокол до финала дойдет скринте сейчас я позакрываю позакрываю чтобы при альтабе не было и покрупнее почти готов первым героем блэйдмастер у сокола он его любит особенно вот на на этой карте тут архмак и вышка как будто он он боится форсира то есть очень ранним магической вышки из-за этого поздновато выходит 2 футмен то есть есть с паузы армию игрока такую ага и сразу пошел на рабочую ну пока ровненько все появляются оба героя пошли крепится специально выманивает гранта на себе под себя отвлекая там товарищ в игре несколько фраз я проигнорировал но он не понял к сожалению что что лучше не писать в чате отманил специально для того чтобы грант не получил сетку пока подбегал перчатки скорости в 1 00 еще а мне не сказали юристик был ли у них матч если вы в курсе то сообщите пожалуйста не говорили что будут играть но успели не сыграть пока мы там достримливали курс беспокоиться что начали мы раньше ну закончили раньше начали раньше тем более что турнир стартовали большинство горит ждали хорошо криппинг продолжается очень неудачный сейчас криппинг потому что элементарь был поим в сетку и соответственно не танковал долгое время приходит blade не добивает роля блэйда двое когтей он видимо одни когти ну не видим а точно он купил одни когти в мастерской точнее в на рынке пробегая мимо одни ему выпали так от замазаться и выйти вниз очень битый архмат на самом деле мистер винар на пофиг решает убить ограм третьи когти выпадают соколу да ладно он добил судя по экспе и стрел артефакт хотя мне казалось что там добил видимо грант потому что блэйд не вышел из инвиза то есть он не нанес удар архмак очень страдает блэйд у которого урон плюс 18 это очень страшный человек архмак пытается свалить на базу раз удар по половине коня просто отрезается за один удар пошла замазка возможно кстати с регенерации маны соколу удастся этого коня убить то есть ему все равно придется выйти к магазину это вот тот самый момент который ну когда его нужно ловить почему сокол не хочет зайти внутрь заходит кажись хороший момент раз удар уходит в инвиз и 2 очень хорошо нарезает мистера винара прям на удивление хорошо сокол тут сработал от микрил все как надо у мистера винара выходит первый райфлмен он вынужден для того чтобы нормально сражаться при привлекать ополченцев для орка почти идеальный старт то есть там не экспанда не живого героя есть пауза ты можешь даже выбить покрепиться сокол собственно так и делает выбивает артефакт мощное зелье исцеление покупает себе четвертые когти в маркетплейсе и получает третий уровень да блэйд очень жесток но он теперь не отстанет ему бы пропить пропить ману замазаться бы и оставить саху с грантами вот как раз он закупился побежал куда-то вместе но по сути блэйд весьма автономен с такими когтями да джок если можно обнови пожалуйста соколик прямо на спидах все четко грамотно да очень по исполнению к нему вообще вопросов нет пока что вопрос то появится мы знаем огур громила в хексе пошел крип джекать очень опасный момент для мистера виннера сейчас он во первых может подрезать несколько юнитов очень красных бегущих ух ты видели мне показалось даже что каким-то макаром в рифлы выстрелили по блэйдмастер но это был выстрел по нейтральным это кстати может быть крип джек ждут архмага видимо с лечением да можно поймать раз минус 1 рифлан начинает нарезать молоток пошел блэйд уходит винвок но подходит основная армия и начинается нарезка молотку молоток надо поймать да выпил бутылку минус рифл мэн еще хекс до гг пишет мистер виннер вливает слушайте на мистер виннер это довольно сильный игрок просто по этой игре может у кого-то сложится впечатление что он плохо играет нет он играет хорошо он регулярно играет на турнирах регулярно доходит до куда-то там понятное дело что звезд неба не хватает в топ-3 почти никогда не попадает но он не отлетает в первом туре это это интересно но сокол сыграл почти идеально поэтому шансов тут никаких не было давайте посмотрим на сеточку сегодня в т.л. будет мнение не какой-то сегодня сегодня у нас турнир по варику давайте посмотрим на сетку участников не так много в принципе здесь на на данном турнире по сравнению с другими турнирами которые открыты мало участников просто из-за наличия ограничений то есть все хорошо призовой фон 20 тысяч три призовых места пожалуйста участвовать могут только почти все николай закончился до закончился при этом он играет в паб g до сокол еще играет в паб g кто кстати стримит интересные турниры почему-то мне не отображаются никто давайте посмотрим вы play at home cup хавка участвует на другом турне а кто из фаворитов кстати сегодня можно по рейтингу отсортировать нет как бы хавк заявлен играет джонни кейдж при из купер нет не трон еще нищий артурчик спейл ролл агент сокол неплохо сокол даже рейтинг то больше чем мистер винара оказывается ясно это бы все еще нет плохо 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 так окей давайте посмотрим тогда классный товарищ читают только чат твитча на стримах играет в тфт играет в гирсы твитч youtube понятно а они уже там у них бот 3 я как раз хотел зайти чтобы узнать заходим sorry глхф поехали следующая карта тире нас кстати зачем все время подтверждать что я готов к 17 плюс контент кстати если ты добавишь каналы в избранные такое такой алерт не будет срабатывать айсир говорит нет на две минуты отошел да ладно ну там так все было четенько китирос говорит а помнишь ты на днях заходил на проплэй смотрел древнюю воду помню там были игры сокол я скачал одну даже да я заметил когда скроллил увидел что там и сокол упоминается в том числе ну тогда он тоже активно играл он же все таки чемпион германии неоднократный причем и по разным версиям и world cyber games проходил не раз и выигрывал как же называется от ес или турнир какой-то фруйца какой процент о чем речь так тут также блэк мастер с быстрой лавка и видимо как давно он немец с 13 лет он немец переехал туда кажется с 13 или с 11 лет но паспорт российский у него остался поэтому он может привет привет квеста побежали тем не менее барак добавляет стандартная продажа телепорта закупка на долгое путешествие всяких эликсиров лечебных мистер винар крепится правда блэк то тоже пошел по предметам падает сначала не самый полезный плащик теней но для других героев может быть он и точнее не может быть а точно его оставляем но у блэйда у которого есть виндвок и которого только в крайнем случае надо там окружать как-то и то для того чтобы просто урон нанести ну или там ситуация когда там у него маны нет он не сможет выйти с виндвока а так в большинстве случаев это человек которого нужно окружать в самую последнюю очередь далее выпадает сир клеткой тоже получше пытается добить этого архмага хватит уже артефакт не тырит но и урон не наносит не добивает короче соку его начинает размениваться по здоровью не знаю зачем сейчас поставлю счет соколу по 10 начало турнира и два топа встретились цветом пассив рандомный не я имею ввиду артефакт ему достался а вот добить он не смог или я не то сказал сказал хотел именно это сказать что добить не удалось но кольцо стырил сейчас идет микроконтроль блэдмастер в общем то может если что замазаться и уйти архмагу уже плохо за сапогами что ли побежал похоже у скинуть плащик все таки и купить ботинки какие тут еще варианты других нет но стоит думает но не думает он контроля другом месте продал купил до ботинки скорость для архмага это может стать настоящей проблемой потому что опять домой бежать к магазину стоять за за вышкой сказал наоборот получилось правильно если с позиции соколом ладно ну и первый риф и рифлы по сравнению с прошлой игрой мистера виннера все хорошо то есть конь пока еще жив потерь серьезных нет ок сейчас неудачно подошел blade нельзя так в наглую было конечно крепить с ботинками ведь как догоняет нормально только лечение сбил и рифленый уходили мы в замазке в виндвок смелый ход от от соколика то есть он воспользовался тем что противник некоторое время будет проводить у себя на базе ну чтобы подлечиться все дела а ты тыришь у него поблизости нейтралов по крайней мере уже есть большой инву он вообще мимо проходит без мятежника так рифлы добили ой ну может быть и плохо нет чудесным образом убежал грант вообще мистер виннер должен был его забирать вон некоторое время видимо не стрелял по нему второй герой мк арканка делается странно что один рабочий только задействован в строительстве арканки это ключевое строение в этой в этой стратегии и это не так дорого между прочим игрок атаку первый артефакт архмага 1 просто 1 сокол тоже работает чисто по ценным артефактам так стык зверя если в агрессию сейчас эти можете зайти но это не входит в планы сокола сейчас я уверен что у него третий уровень и третий сх в приоритете чем там бежать через всю карту непонятно где ловить противника прошлый раз было ну была ситуация другая все таки там уже был третий блейд было понятно что где-то без коня ходит и крепится рискует мистер виннер и карта была значительно меньше тебе там от магазина добежать до его мэйна на эхуайлз всего ничего отери нас несмотря на то что карта дуэль на она все равно большая блейд третий получил побежал возможно что сейчас наткнется натыкается на жирных жирных нейтралов хотелось бы хотелось бы тут кого-то подрезать желательно мага здорового вот это вот он хотел добить все таки еще так вот опасный момент опасный момент добилась ты вел 2 0 вообще наглец переконтраливает переконтраливает то есть преимущество вот в такой ситуации по тому кто заберет артефакт но она только в пинку упирается на самом деле так то у тебя мк рядышком блэд мастер рядышком появляется артефакт кто быстрее тыкнет тот и молодец срочку подрезал и бой какой-то дикий и пошел ловить сухой правда не третьим просветки нет начинает крепится на несчастных мурлоках армию архмакс на стрёме и не собирает опыт потому что нужен 3 маутен кинг но мистер винар то здесь уже неплохо так скроллов забист можно заюзать если он еще есть он еще есть минус сарай флмн да пошел скроллов забист но рейдер убивают мк получает 3 саха не третий сильно причем не 3 продолжает работать по пристам но тут гранты очень битый диспал пошел и ополченцы подбегают похоже соколу здесь лучше отступить маны маловато 1 нужно добить для того чтобы было второе лечение с их а второе лечение тут же лечит гранта ну маутен кинг тоже пустой на самом деле можно и посражаться учитывая то что ополченцы отпустила остались только футмен это не очень серьезный у антроля даже своего тогда спас не остается остается сокол потому что из опасных целей здесь только 40 который делает слоу саха еще разок подлечил да здесь разваливает мистера винара сокол 50 лимит на 43 на 41 рабочие пытаются как-то там но они быстро умирают от от грантов неплохо то что неплохо соколе кто-то расконтролил просто тролля жалко ничего с ними сделать но вот а он еще не потратил ни одного из двух имбулов ни одного не потратил тащит соколик исполнение очень хорошие промот очень хорошие контроли четенькая как будто даже не играет в паб джи и пояс великана выпадает как раз самый не очень наверное здесь артефакт из возможных агила байду инта с и хе ну и всякие более ценные амулеты хотя разница на самом деле между амулетом жизни и не такая большая и давить те же 150 хп не продает сокол этот артефакт ну жизнь добавляется блейду раскидывает замазки инвал передался хе отдела скобочка силы я имею ввиду что из оставшихся предметов цене все-таки ловкость блэйд мастеру и инта сахи а не сила хороший момент для того чтобы закончить игру на самом деле скрол спит врубает с окол чувствует что можно подловить противника на криппинге кидает сеточку хекс маутен кинга чтобы минус 40 сразу когда вырывается молодой съедает рифла диспол диспол рифла от контроли вы только сок сейчас начинает сражаться с нейтралами это ошибка но подрезается еще один прист влетает к доя очень небольшой лимит у мистера винера здесь хотя по цифрам не скажешь с х4 смерть году это плохо это очень плохо но блэйд нарезает на половину 5 44 получает ухты 32 на 25 сокола то меньше минус рифл еще но режут с рифлы конечно методично так и лимит большой был обусловлен видимо тем что в ц3 бустер считает ополченцев боевым лимитом нет нет не считает падает грант не удалось спасти сокола его а тут телепорта же нет тут же нет т.п. два орковских героя орудуют я бы разменял инвул на на имку хотя там молоток но надо правильным образом поймать молоток правильным инвулом точнее пол поймать молоток вот сейчас ну где ошибка чудом успевает чудом просто режет маутан кинга крит на 200 крит на 180 минус мк но сокол здесь накосячил конечно нельзя так делать архмак без телепорта опять же инвул надо было передать архмагом можно было за ним даже и прыгнуть смерть мки важно экспанда нет сокра говорит что мистер винар хлебушный да ладно тут редкий случай когда не знаешь за кого болеть играют два твоих друга да мистер винар твой друг мистер винар не он хороший он хороший он стримит но сокол про хлебушного конечно зря он так зря амольт энергии лучший артефакт из возможных для сахи армию так атакуют мистер винар такой рисковый без тп ходит с одним архмагом игра просто закончится может такой в один из таких дней все сейчас может закончиться 5 м лукав дэд правда есть не там диспал диспал есть один блайт режет 5 саха дождался грамотным образом диспала и вызвал боков дэд красивый мистер винар здесь сделал это не поможет им что им кинет тут никто не наносит урон ну наносит но недостаточно и чтобы вот что-то сделать с этими двумя героями поэтому сокол спокойно вырезает всех рифлов надо браться за архмага и все чего тут до минус а м 5 а м гг пишет мистер винар это 20 это 20 что скажет сокол не ну это было наглоса с ампизом киевская конечно согласен жили это было очень опрометчиво так давайте посмотрим на сеточку что у нас там и я бы обратил внимание на дискорд в котором могут появиться но пока не появляются с его семей но люди было поддержал на 100 рублей светоносный привет а что правда на youtube не имеете прав этот турнир транслировать имеем придется с мобилки смотреть имеем просто чё-то не запускается я написал нашим товарищам не запускается почему-то уже причем во второй раз можно попробовать скрыть скрыть первый тур так станет несколько понятнее кто с кем играет там хавк может может будет играть но заголовок у него другой и он с хайном играет красный турнире вот они сражаются хай но тоже хорошо знаем потому что он очень часто залетает фа фашечку и и катает косарь на руках у хавка экспан стоит он явно здесь доминирует было нет нет нельзя к сожалению было во первых старкафт играет об блэй да нет я почитал блэй блэйт может быть в списке ну во первых он из из другой страны во вторых есть еще опция что да он забанен просто то ли за за договорники то ли еще за что-то на хавк выигрывает там без проблем блэй да на многих турнирах под баннелем товарищ за и колами имба никнейм не жалей блэйт хорош смысле человек ставил на собственное поражение деньги пытался поднять на на букмекерских конторах чем их он хорош а все кто в бане у них другой граждан то есть вы забанили его исключительно из-за гражданства где-то гв хороший вопрос тгв я не вижу привет star next x 123 гейм-нейм рейн один спасибо спасибо большое хавк кириоситист привет да согласен бабушка муна что игры пока нет вроде название есть игры нет обидно джонни не играет хорошо же играет джонни джонни кейдж играет кажется нет да джонни кейдж играет пожалуйста не волк да к сожалению нет пока что то есть я не знаю когда когда придут привет и парадайз почему-то игры нет может быть они стартанули уже окей смотрим на сеточку хавк джон но это другой джон деснот купер агент это из тех кто вышли уже в третий этап сейчас сокол с мелка чем будет играть скорее всего посмотрим этот матч он выигрывал уже кажется но игры еще нет там джонни спризом играет первом туре как так то это решение организаторов не делать пассив по рейтингу то есть тут реально рандомный пассив поэтому но если правильно помню это обсуждалось до случайный пассив поэтому такие правила турнира sex paradise еще стримит оказывается с кем там играет не джонек не будет скорее всего не будет у меня почему-то еще стримы не стартует с первого раза блин посмотрим кусочек застройки а ты секс парадайза тоже товарищ который как же тяжело ему здесь а вольная застройку не на мэйне сокол на ческапе отлетел мелкачу верхней сетки понятно аванж говорит а помнишь ты когда-то давно с одним андетом стримил 2 на 2 он вроде скалининграда ты про подокса наверно да это было очень давно но подокса скалининграда и он мог сыграть за андедов но вообще эльф кажется подокса скалининграда блин нет не скалининград уск из краю из краснодара у нас краснодара скорее всего блин я сейчас напутал просто все андет из калининграда кто бы это мог быть вспоминаю вспоминаю может быть это рейнман может быть он вроде откуда-то оттуда хотя блин он тоже вроде не андет ладно сокол уже создал игру название есть давайте в нее зайдем есть нет не подокс это звука нет к сожалению в игре ну ничего посмотрим пока там игра сокола не началась а уже началась нищина говорит я пропустил стрим на 4 часа 10 минут да мы успели поиграть в эллин с форм успели провести 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 меняемся к лучшему очень хороший выпуск на мой взгляд получился и переключились на турнир по варкрафту играем дома смотрим за игрой мелкача и сокола карту тартал рок зебра мэйби ну зебра как такого человека зебра не было просто зебра это был компьютерный клуб был во первых такой провайдер зебра телеком в санкт-петербурге по крайней мере он был телефоней айпи там эти карточки и у них был только один компьютерный клуб насколько я помню такой имиджевый просто он был на на московском вокзале недалеко там буквально в 100 метрах от московского вокзала и те люди которые играли там они были в команде клуба и поэтому собственно появилась вот зебра зебра форевер забра оранжмен зебрапипс какое-то время тоже вот отдельно человеку с никнеймом zebra но он есть наверняка много зебр νοот в варкрафте в профессиональном зебр и не было как человека отдельно площадь восстание первая к сли площадь восстания Первая арка слева Насчо говорит Да-да-да-да Да, правильно То есть Маяковская площадь восстания Выход, соответственно, вот как он сказал Со станции метро И поворот И ты оказываешь в таком, хоть и подвальном, но очень цивильном клубе В Зебре Где катал Оранжман Блэйд, похоже, да На ближних здесь я уже сто лет не видел игр И был фикс, по крайней мере, сначала он был на каких-то специальных картах лиговых А потом вроде в батлнет перекочевало это все Что ТР может быть только противоположной респе Сокол идет разведывать на ближний резк Хотя не может быть противник, огурделись Ну да, это, скорее всего, просто следствие, что он не Не играет, например, ТР Не уверен в том, что такая версия карты Так, а тут опасный момент Блэйд начинает крепиться и тут же подбегает ДК Не дает ему стырить И добить и стырить артефакт Несколько смущает наличие жертвоведного черепа в инвентаре УДК Но он явно не идет ставить экспант Прямо 100% Грант на какое-то время Отвлекает на себя внимание Женской версии Рыцаря Смерти На арене убрали из ладера ближний На арене Оттуда пошло, да? Армию игрока атакуют Пытается запутать следы, скорее всего Сейчас сокол Скорги, да, очень страшный Очень страшный ДК Первый раз увидел Прости, что ты это познал Первая встреча с женскими модельками Что ДХ, что ДК Это, конечно, культурный шок Испытывают все люди Когда видят это нечто С накрашенными фиолетовыми губами И это ужасно Согласен Больше не уснул Просто так Да, да, да Красивых женщин в ДК не берут И вот Хотели же сделать, да? Чтобы были герои Разного пола Ну, сделайте нормально А то только негатив Сделайте так, чтобы приятно было смотреть Я понимаю, что Тренды такие, что Это необязательное условие Но если не хотите негатива То зачем Ну Зачем людей пугать-то? Новые графики, она тоже страшная Нет, там вроде Симпатичнее Потому что там полигонов больше И эту сделали Путем Уменьшения количества полигонов Из Большой версии Вот не сказали бы Я не заметил, за что Ну, вот так вот Мы тоже с этим живем Уже не первый стрим Хороший артефакт У Сокол Выбил он здесь Амулет маны Степлер говорит Я, наверное, обнову пропустил Варик С каких пор ДК Теперь женщина? Мне впало Черные глаза Старого рыцаря Нравились больше Ну, конечно Там же Артас был Нарисованный С любовью Еще в оригинальной игре Когда небольшое количество Полигонов И ты там красоту рисовал Вот типа этого Финда классного Некрорахнида Прости, господи Это вот с выходом Рефоржа Такое произошло А если девушке Были мастер-герой? Пока нет Армию игрока Атакуют Была интересная попытка У Сокола Здесь добить Или нет Не знаю Начинает подрезать Финда Тратит на него Койл И уже не хочется Это Бить черепаху Просветка есть? Опа Это опасно Ну, потому что Там новая есть В конце концов Но черепашку Так не хочется Отпускать Да, но Просветка Все еще работает И Койл Сейчас будет Нифига себе Какой Аркадий Убегает От последнего выстрела Вот благодаря скорости Блэйдмастер тут выжил Сколько отнимет? Где-то Восьмерку Даже не попал Выстрел Нифига себе Так, так, так Возможно Что выстрел Со временем Исчезает Но Сокол Явно поаркадил У ДК В сетевой игре Была своей моделькой Не артурой Так это понятно Просто Его лицо Лицо Оно Прям Очень похоже На Ну, то есть Оно с той модельки Сделано точно Ну, скиньте Посмотрим Часик Артусовскую модельку И стандартного Рыцаря Смерти В привишке А, закончился Просвет, скорее всего Да, Ютан, ты прав Победитель этой игры Попадет на Купера Серьезный товарищ Тоже турниры тащил Старается не дать Прокрепиться Добивает Мурлока Крипджекает Сзади Блэйд пытается уйти У него Ой, хороший Хекс Подрезает Еще Финда Простите Некра Арахнида Рейдер Не сразу Среагировал Ну, в целом Хороший Крипджек Минус Финд Подрезан Один из нейтралов Армию игрока Атакую Купер Нет, это не тот Купер из КС Конечно же Опять рейдер Не туда пошел Чудом ушел Чудом просто Блэйд уходит В инвиз Неужели стоит Сюда ломиться Да, работает По Финдам Делает Хекс Пытается убить Там Лич Сорбой появляется Ой, опасно Сетка на Псидианку Еще Скролл Зе Бист Дикий урон Сейчас пойдет От Андеда Падает Гранд Диспл Хекс Ну, кажется Сокол свои задачи Там Решает Хотел Финдов Подрезать Подрезал Тележку Подрезал Финда Подрезал Почему сокол Не строит Духостранника Вон Духостранник У него есть Все Все Как надо Так, едем Дальше Минус Еще одна Псидианка Надо только Гранд Табы Спасти Пытается Вписаться Прикрыть Да Дрэй Только ты Трансляция Ошибся К сожалению Не к месту Это ДК Все Никак Третий Не получит А сокол Все Никак Не отстанет Ну, хочет Он эту черепаху Добить Не знаю Получится Не получится Успеет Не успеет Врубает Форсаж Хорошая У него Чуйка И Снова На Финда Телепорт И ему достанется И финт И черепаха Блин Как же классно Давит Сокол Это вообще Сокол играет Точно? Давайте посмотрим Может он Олю там посадил Нет, сокол На вебке Сокол Очень странно Выпадает Медаль Жизни Тут Гулик Уже с собой Взял Трех штук Мелкач Как-то начал Контролить Дико Сокол Минус Одна Минус Вторая Минус Третья Гуля Истроер Снимает Спирит Линг А, телепорта Нет Орку В смысле Ван Дейда Уже Ну, значит Минус Лич Даже Блочит Деку Дикий Какой Ну, когда Понимаешь Дека Ушел Снова Начинает Убивать Финдок Это унижение Какое-то Дека Все еще Второй Не третий И он Не может Уйти Это ГГ Врывается Третий Но получает Крит На 150 И домой 20 Лимит На 43 Как же Он контролит Хорошо На удивление Бахнул Баварского И понеслась Не Сокол Конечно Не Ну Может Там Что-то Произошло Что-то Мотивация Повысилась Может быть Опять же Долго В PUBG Не играл Прям Ушатывает Не дает Выйти С базы Не дает Просто на фоне Не андеда А А Ну Может Т3 Арба Большой Нвул Так Рассказывай Привет Знаешь Знаешь Почему Сокол Так Хорошо Играет Потому Что Ты Пап Удалил Минус Казалось Бы Где Связь Но Она Есть Ну Я видел Что Сокол Варик Катал Вчера Катал Ладр Мощные Зелиманы Понятненько Этого Еще Не хватало Для Полного Счастья Ну Все Можно С такими Героями Идти Опять Шатать Андеда Ну Правильно Не хочется Лезть На базу Ставится Ставится Из шкатулки Нычка Он Думает Что на Красной Точке Андед Потому Что Выбирая Между этими Точками Надо Выбирать Красную Но Сокол Не учел Что У противника Тупо Минус Два Героя И Соответственно Армии Тоже Маловато Нужно Деньги Тратить И Он Сейчас Вынужден Будет Сам Эту Точку Собирать Не Такой Плохой Расклад Выпадает Чаша Тауреновская Там ты Таурена Случайно Не делаешь Третьего Тогда Тем более Отлично Руна На лечении Криты 240 Влетают Все Шикарно У Сокол Да Андетт Выходит На Красную Точку И Сейчас Можно Сделать Просто Минус Все Он Не уйдет Отсюда Ну Никак ДК Без Телепорта Минус Дестройер Это значит Что можно Хексить Активнее Новый Дестер Влетает Хекс Серафим Подчеркивание К Переподписан Три Месяц Серафим Спасибо тебе За переподписку Еще Минус Дестер Ну И тут Минус Лич Скорее всего Будет Пара Ударов Очень Уверен Отыгрался Соколик 2 В смысле 1-0 Ведет И Переходим К следующей Игре Довольный Такой Сидит Как раз Как раз Было бы Неплохо Здесь Журнал События Иметь Чтобы Посмотреть Что за Последние Полчаса Или 12 минут Кто Кого Повыигрывал Сетка Сагентом Играет Вот Это Хороший Матч Аг 3 И у них Решающе Я пойду Посмотрю Тот Матч Ну Потому Что Здесь Явно Борьба Нитрон Агент Спасибо Хавок За За Гейм А Сокола Если что Можно Помониторить Просто На его Трансляцию Зайти Посмотреть Тебе Сокол Видео С челленджем Скидал Связан Сто лет Я не Посмотрел Его В результате Я забыл Поэтому Не знаю А почему Без видеоряда В углу Стрим Хотя Хотя Бы Стул Поставил А то Вебку Какой Самозванец Тебе Голос Сокометит В смысле Там же Логотипы Партнеров Стоят Я туда Не помещаюсь Скралер Спасибо Тебе Большое Кто Нибудь Смотрел Игры Агента Нейтрона Ну я не знаю Просто Стримит Не стримит Показывали Не показывали В двух словах Что было В этих двух играх Если кто-то Смотрел Из тех Кто слушает Сейчас Трансляцию Чтобы понять Как они пришли К 1.1 Ну мне На самом деле А это первая Или вторая игра Мне на самом деле Мне на самом деле Вообще Чего Я не организатор Турниров Я просто Комментатор Поэтому Спасибо Федерации Партнерам Там ВК ОК Майгеймс Они собственно Занимаются Хаваку Который судит Турнир Я то чего Я прихожу И каменчу А Это не номер игры Агент же Через стройку Пишется Я думал Аг 3 Ладно Посмотрим Не трону Через Варден Сейчас Наверное Сложно Найти Эльфа Который На определенных Картах Портепальянса Не Играя Через Варден Благодарю Сет Простой Комментатор Простой Бобер Простой Синевик Изчать Да Спасибо Кузя Я постараюсь Конечно Сохранить Нейтралитет Но Вы же знаете Что происходит Когда Смотрю За играми Эльфа Который Играет через Варден Тем более С нейтроном Хорошо Знакомы И долгое Время Параллельно Играли Спасибо За FTL За Скилл Ап У Сокола Казалось Бы Где Связь Да Рабус Согласен Может Реально Я перехвалил Сокола Может Там Милкач Просто Плохо Отыграл Железная Ворона Зовут Варден Тут Был Только Что Висп Я Слышал Талисман Of Evasion Вот Так Он Против Вардена Не Помогает Все Правильно Протопим Загогена Говорит Спейл Шпиль Привет Ах Старичок Родной Ты карантин Да и есть Конечно Бары Где Транслируют Там Киберспортивные Матчи Можно Погуглить Но Сейчас Уже Нечего Гуглить На самом деле Я Помню Когда Мы Собирались В В Каком Заведении Кажется Грин Это Был В пятером В шестером Там В отдельной Комнате Висит Плазма Мы Естественно Все Отключили Подключили Ноут Запустили Стримчанский Какой-то Там На фоне Смотрели Кажется Старкрафт Второй Ой Как Агент Не разводит Элементали Ему Все А нейтрон Не Контролил Некоторое Время Арчей Выпил Все Мануэллы Так Здесь Пошел Экспанд Вот Мне Очень Нравилось Как У Фогича Было Начало Помните С хавком Он Он Там Затащил Финал Чискапа 35000 Выиграл Позавчера У него Варденка Прям По маршруту Очень Четенько До нужного Уровня Крипится Мега Быстро А потом Прям По таймингу Приходит Через Персональный Телепорт С полной Маной Третьего Уровня И Так Рабочих Уничтожает Не Врывается Нейтрон На мейн Потому что Явно Тут Могла Появиться Ферма И Рабочий На проходе Он Не Просто Так Да Нейтрон Видите Сделал Ставку И по Времени И по Мане На убийстве Архмага Так Можно же Не Нельзя Пройти Или Можно Понизу Между Рабочим Этим Ну Нейтрон Сейчас Теряет Время Да Он там Ставит Свою Базу Но Вражеская Это Хотя Крипинг Идет Опять же Третий Уровень Стоит ли Сейчас Старые Ножи Сделать Чтобы О Можно Пройти Можно Пройти Почему Что Нейтрон А он Не Видел Вообще Этого У него Не Хватает Маны На Даггер Но Архмага Нет Телепорта Он Пытается Скрыться Рукой Хочет Нейтрон Добить Для Того Чтобы Блин Конуться Отсюда Красиво Ой Красиво Молодец Загнал Коня В этом Есть Что То Конечно Да Есть Экспанд Но Варька Получила Уровень Инициативу Потерял Агент Сейчас Ему Нужно Дождаться Второго Коня И Самое Главное Что Ну Фактически Вот Таким Килом Он Обезопасил Он Обезопасил Свой Эксп Потому Что Ну Бегать Футами Без Героя В Сторон Экспанд Даже Если Ты Знаешь Что Он Там Есть Это Крайне Сомнительное Решение Потому Что Ну Они Против Такой Варден Тоже Развалится Промах Футапа Аэму Зарешал Принедоданное Что Промах Футапа Аэму Футапа Аэму Не Не понял Видимо Речь О Амулете Уклонении О том Что Был Там Какой Синевик Ну Ты можешь Настройки Чата Зайти Кстати И Поставить Себе Любое Сочетание Просто Синевиков Выбора Нет В отличие От остальных Город В осаде Ааа Он Добил Аэма Не Архмага А Элементали Ама Добить А нет Нет Все Архмага Футменом Своим И тот Мясанул Да не Ну У Футов По Архмагу Урон Не знаю Десятка Варден Стоит С руки Бьет 40 Ладно 30 Там Прям Был Близкий Видимо Да Я Не Заметил Этого Сори Да Новые Смайлики Классные Амулет Выпадает Шикарные Артефакты У Варденки Непонятно Правда Куда Лезть Везде Вышки Стоят А может И не стоит Так Нарочито Лезть Может Быть Стоит Там По крайней мере До пятого Довести Экспанд Есть Не увидел Я Что Варька Видимо Стелепортировалась Сюда Да СТП Все Пошла За Архмагом Тут Единственная Возможность Дирижаблем Спастись Что Собственно Ой Как А он же Выкупил сам Дирижабль Красавчик Унижение Идет От Нейтрона Унижение А это Тоже Не уйдет Почему нет Давай Блоч 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 Фокус Арчами Арчи Там За футом Во Пошел Блок И Что Сделать Здесь Минус Такое Унижение Сразу Гнола Убийца Убивает Чтобы Яда Не было Минус Два Героя Не Варю Конечно Она Такая Она Не только По Ножам Как вы Видите Загнала Всех Получила Еще Одеяние Мага В результате У нее Маны 570 Жизни 700 Маны Жизни 700 Маны Почти 600 Переучилась Видимо Ножи Ну До этого Был Блинк Даггер А сейчас Наверное Ножи Даггер Естественно Особенно С такой Маной Тебе Нужно Как-то Это Реализовывать Как-то Это Нужно Тратить На Блинке Не Разгуляешься Кто Там Бьет По Варьке Не Могу Понять Она Уже Дважды Ретаргет Сделала Все равно Кто-то Стрелял По Ней Второй Блинк Вторые Ножи Да Я Увидел Уже Сейчас На Этом Видимо Такой Боевой Вариант Уже Не Против Героев Хотя Странновато Он Все Еще Мог Продолжать Убивать Вражеских Героев Видимо Думает Что Пришло Время Харасить Начинать Ну Типа Сейчас Третьи Ножи Второй Блинк И пойдет Рабочих Убивать Но Это Не Точно Светокличение А Дробчик Светокличение Ситуация Очень Классная У Нейтрона У Агента Правда Тоже С Экономикой Все Хорошо Но Разница В Уровне Героев Она Колоссальная Там Третий Архмаг Почти С первым Алхимиком Против 5-2 Это Жутко Ну Это Надо Как-то Реализовывать Берет АМшу Для того Чтобы Не Выжигали Ману Ну И с Третьими Ножами Как Вы Видите Бежит В сторону Рабочих Сейчас Начнется Настоящий Геноцид В то Время Пока Тинкер Занимается С собой Саморазвитием Варя Принимается За Убийство Рабочих Раз Два Точечно Прям Бьет Те Кто Битый Ну Получил Ножи Три Четыре Еще Ножи Лечение Это И Блинк Все Раза в Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Рабочих Девять Рабочих И она Приличный Опыт Еще Получила При этом Сражение Какое-то Не уверен Что Тинкер Здесь Должна Сражаться Успел Он Подрезать Одного Приста Потерять Одну Арчу Но В целом Размен Нормальный И Варя Без Аймшин Этот раз Прыгает На Мейн Что Может Плохо Закончиться Кстати Ждет Когда Откатится Ножи Не Хочет Подставляться Под Ох Два Может Не успеть Вите Успевает Фух 16 хитов Хотелось Там еще Один разок Ударить Но Этот Как раз Один разок Бы стоил Ей жизни Очень четко Очень четко Понял Сколько в него Урона Влетает От Ополченцев И Трех Вышек Амулет И Это Тоже Надо Выкладывать Забывает Про Инту Нейтрон Забывает Про Инту Одеяние Мага По сути Ему Дает 90 Маны Амулет 150 Это 90 Тоже Стоит Выкладывать Так И пошла Атака Потому что Просто Агент Понимает Что Варь Это Не остановится На достигнутом Она будет Продолжать Бегать 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 До Шестого Уровня Варя Забегает Сзади В Мортиры Там Уже Проблемы На этих Мортирах Прячется Но Есть Вертолет 65 Лимита На 76 Нейтрона Больше Тот самый Редкий Момент Когда Ты должен Пушить На На таком Лимите Под 70 А Эльфы Уже Эльфы Больше Больше Уже Малтон Джейнт Появляются Свиток Пошел Еще Ракеты Нужны Таунты Пошли Жалко Меткости У Арча Нет Но В целом Тут и так Разваливается Агент Пишет ГГ Очень Уверенно Отыграл Нейтрон Агрессивно Настолько Агрессивно Что Счет Видите По героям 27 тысяч На 8 с половиной То есть Он в 3 раза Просто Разрыв у него По счету По героям Все остальное Более-менее близко Типа ресурсы Да Там экспант По войскам Да Его больше Но герои Герои страдали Больше всего 5-3 Против 3-1 Ну Варя умеет У нее есть такая тема Что если Производит она А вот первый важный Кил Начинает Плюс 1 Ну получает Скажем Как в этой игре Она получает Третий Против второго Архмага Архмагу До выхода Второго героя И первых Престов Вообще Тяжело То есть Если он выходит Он получает Еще больше урона Даже непропорционально Полученному Вардену Уровню Потому что Второй нож Он наносит Не в 2 раза больше Урона Чем первый Потому что Первый резали Еще в начале Выхода Фрозентрон Изначально У Варден Было 75 75 То есть Она наносила Еще на 25 Больше урона Этим Даггерам И на первых турнирах Я уже об этом говорил На первом турнире По ТФТ Который в Москве Прошел Я помню Все эльфы На этом новом ЛТ На зимнем Брали Варьку И просто Убивали Архмага Вот это было Стандартное начало Потому что Ну она только появилась Никто не знал Что с ней делать И у нее Даггер еще был По уровню По урону В полтора раза Сильнее Чем любое Другое Ну кроме Лайфдрейна Заклинание Ак 4 Пишет Пишет Хавок Юмор пошел Смотрите В прошлый раз Было Ак 3 Но 3 было Да Тут Ак 4 Короче Варя опасная С третьего уровня Тяжеловато Тем более У нее после лава лапа Тоже подрастают Как будто Есер клетку Выдают статы То есть Плюс 2 Плюс 2 Плюс 2 В среднем У нее На уровень Получается Сила кажется Поменьше Там типа 06 08 Вот Архмага Мертвый Он Как был Вторым Так и остался Только на этот раз Его будут Не первым Даггером Ковырять А вторым Вот И все что нужно Эльфу Это грамотная Разведка На случай Если Хуман Будет выходить Со своей базы Ну Раньше Чем у нее Появится Первый Там Прист Слэш Сорка Или второй Герой Вот Давайте я поставлю Счет Всем добрый Вечер Друзья Мы смотрим Турнир серии Играем дома Сейчас Сокол Скупером Играет Да Ладно Сейчас Сокол Скупером Играет Да Ладно Бабер Бабер Да Я слышу тебя Слышу тебя Да ладно Пацаны Ну напиши Геймнейм Когда Когда будет Я понял Хорошо Удачи Нравится Мне новый Уровень Общения Через Стримы Знаете Мы уже Столько Турниров Смотрим На ГГ Которые Проходят И Многие Участники Стримят Ну Тот же Самый Хавк Фоги Сокол Тоже Самый ТГВ И Можно Зайти И С низкой Задержкой Спустя Пару Секунд Услышать Что Происходит Посмотреть Услышать Ну я Наверное Пока Не буду Вливать Из этой Катки Просто Потому Что Мы Сокола Можем Посмотреть На Втором Мониторе Без Особых Проблем И Вот Матч Все Таки Все Матч Нейтрон Против Прости Господи Агента Он Если Так Можно Сказать Поинтрижнее Будет То есть Купер Сильнее Сокола Играет Вот И там Шансов Меньше Ничкина Говорит У меня нет Второго Монитора Что Делать Беги Беги Заказывай Скорее Я не знаю Как вообще Можно без Второго Моника Жить Разве Что Это Не основное Твое Рабочее Место Модельки Деки Давай Посмотрим Закроем Тему Что Переделан Артес Ладно Давай Китирос Обязательно Ну как Это Переделанный Артес Вот этот Ну Очень похож На этого Из этого Взяли Сделали Я это Имел Ввиду Ну Очевидно Вот он Артес Вот он ДК Артес Ну то есть ДК Это Переделанный Артес А А Да Ты так И пишешь Что это Переделанный Артес Все Отлично Тогда Закрыли Тему Хорош Так Так В это Время Я имею ввиду Шимейлос Тоже сделан Из Артеса Да ладно Армию Ё-моё Нет Город В осаде Зачем Нет Плохо Сделаны Из Артеса Ну Идет Харас Пытаются Футболить Веспов Футмены Элементаль Там со своей стороны Тоже Гоняет Одного Но Обычно В такой Ситуации Умирает Несколько Футов Там Текстуры Съехали Там Все Поехало Просто Очень Опасно Против Такой Варден Лезть Когда Уже Такое Количество Варчей То есть Тебе Какой бы Уровень Контроля У тебя Не был Ты все Рано Футов Теряешь И Агрессивно Против Варден Против Варден Можно Играть Агрессивно Но В свое Время Блин Вот что Делает Нейтрон Ну Бегать За архмагом Это нормально Он Тромбе Насказывает Не 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 Это Близзард Вляпались Сейчас Может Лжезамаг Сделать Чтобы Не Ой Как Красиво Прожал Забегаем Как он Телепортировался Ой Ошибка Иогент Пишет ГГ Сокол Нас может Дождется Сек Сек Ладно Да Вот Вот вам Нейтрон Пожалуйста Давайте Посмотрим От первого Лица Трансляцию Сокол Пока что Я Открою Еще Дискорд Чтобы На втором Мониторе Было Видно Когда Ну Чтобы Зайти Дальше Доконченный Герой Говорит Спелн Очень Хороший Герой Просто Не надо На него Лезть Так Берешь Там Это Самое Бладмейджи И какой Ни Стайминговый Подпушек Ты приходишь К почти Третий Варден Кормишь Ее Своими Футами А потом Говоришь Что Как бы Герой Не Очень Нашел Нашел Где Варденку На чьем Стриме Варденку Обижать Им Кубери Смени Расу Вариант Это Есть А Купер Поставил Ну То есть Это Жорк То есть Там Или Купер Решил Сыграть Может За Другую Расу Типа Сокол Слабенький Да 15 лет На Варден Не Варя Очень Опасная Очень Опасная Поверьте Практика Есть Огрыз Варден Возможности У нее Дай Боже Почему Сейчас Паладины Не берут Он Не Вмете Что Ли Вроде Хороший Геро Способность Неплохие Его Берут Только Не Первым Героем Потому Что Первый Паладин Он 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 Пассивный Очень Он бегает Фразы Какие-то Светлые Рассказывает Лечит И Все Его Берут Как правило На Саппорт Вторым Третьим Героем И Ну Чаще Берут Все-таки Третьим Каком-нибудь Мироре Просто Если Мы Говорим О Лечении Массовое Лечение Сейчас У Алхимика Лучше Такими Темпами Брагеймеры Скоро Дойдут До Революционных Билдов С бункерами Арчем Да Нет Нет Отбиваться От Гули Раша Можно При помощи Второго Барака И Это уже Показывали Много Раз Раньше Просто В мете Были Два Склепа И На Картах Типа Тартл Рок Которые Тоже Сейчас Пофикшены На Ближних Респах Было Очень Сложно Отбиваться От Агрессии Играя Через Один Аов Ну Будь то Это Агрессия Альянсовская Например С ополченцами Знаете сколько эльфов Пало просто Из-за ближних Респов ТР На Всяких Рашах Застройках На старте Начиная там С первых Трех ополченцев Которые Третьим Мунвелл Могут Вслепую Просто Прибежать Убить Заканчивая Там Какими-то Нагопушами Застройками Дикими Поэтому Сейчас играют Не так агрессивно Скорее всего Как раз Из-за того Что во-первых Научились Отбиваться Во-вторых Были Соответствующие Фиксы Таких Тесных Тесных Карт Как Тр Ближних Уже Нет Показался Грант Не показался Я не видел Если честно Но я не смотрел Само Нет Это был Блэйд Сохну Видел Живый Бил Что Выбил Ну повторюсь Купер По рейтингу Выше Сокола Не знаю Что там По Мирору А Для того Чтобы Гранта Спасти Винвок Артурис Нет Не прошли Янтера Из-за ближнего Респа Невероятное Количество Игры слил Ну да 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 Там Там и орки Тоже агрессивничать Умели С фэсом Особенно первым С застройками Там С бурурашами Какими-то Учитывая то Что тогда Не было Такого понятия Как стримы Иногда Просто Ты не понимал Как Как отбиваться Да Цепляет Сейчас нейтралов К сожалению Сокол Три ботинки Выкупает Сокол Не знаю Зачем Видимо Чтобы Блэйду Не досталось Но это Такая Дорогая Штука Очень Дорогая Штука Объясни пожалуйста Как рейтинг игроков Определяется Ну мы В рамках Турнирной системы Считаем Результаты Я два ботинка Купил Да Я думал Что Да Сокол вообще потерялся Чаек бы Да Двое ботинка Два Да Две ноги Два сапога Классика Конечно Провал Вот У нас считается По элловской системе То есть Есть Некий принцип Подсчета Рейтинга Который Был Придуман Для Шахмат Вот Придуман Написан И используется Он Довольно Распространенный Если Грубо Говорить То Он После каждого Матча Вот Проходит Матч на турнире В сетке Неважно Каком турнире Он берет Текущий рейтинг Игрока Одного Текущий рейтинг Игрока Второго Там есть Некий Коэффициент И Смотрит Результат Кто выиграл Кто проиграл И в зависимости от этого Один получает Определенный плюс Другой получает Определенный минус Ну Если коротко То Человек Который Находится выше По рейтингу Получает Меньше Очков За победу Но с него Больше снимают За поражение Вот У нас Этот рейтинг Почти без изменений Разве что Стартовые Не тысяча Как в классическом Элло И И И выдает Там коэффициент Какой-то другой Чтобы не надо было Большое количество матчей Играть Для определения Силы игрока Вот И в результате Получается рейтинг У каждого Человека На ГГ Кто принимает участие На турнире Есть рейтинг Отличный От стандартного От двух тысяч Вот А дальше Пассив Спассивом Конечно похитрее Потому что Ну это такая Можно даже На олимпиадную Задачку давать Как правильно сеять Людей То есть Как составить Формулу Пассива На сетку Неопределенного Размера То есть По какому принципу Нужно раскидывать Людей Но Там заморачивались Придумывали Считали Реализовали Сейчас По умолчанию На всех турнирах ГГ идет Пассив По рейтингу Если организатор Не указал обратное И сеется Автоматически Каждый четвертый человек Ну а мы возвращаемся К игре Свет Камера Мотор Выкладывает Артефакт Мана стинг Выпадает Сокол Пытается Сейчас Подрезать Себе Вражеский предмет Ну а тут Хекс Просветки Ничего не сделать Мантий хочет убить Убил Там видимо тоже В инвентаре Не было ничего Да Кристалбол Выплотни Очень хорошо Особенно Мне нравилось Как эльф Видел хума На ближних респах Все равно Крипился с бараком Ну это очень Какие-то странные Нет вообще Я говорил Спел про более Позднюю тему То есть это Ну в смысле Про более раннюю Крипинг с бараком Появился уже После Всяких стартовых Нага рашей Бигмановских Вот это же Ну это да Это какие-то Вообще Беспечные люди Выкопал барак Проиграл называется Хотя Кристалбол Здесь может Это халявная Просветка Стоп Что там есть Есть ли вторая сетка Хекс Нет Трейрейдер Не вовремя вышел Можно было Оставить здесь Блейда Миша Можно использовать Ваш сервис Для оффлайновых Игр Типа настольных Конечно Не можно А нужно У нас во-первых Нет никакой Никакого Фи Никакой Платы То есть Ты можешь Организуешь Турнир Фуфановский Организуешь Турнир В клубе Не важно У нас есть Генератор сеток И даже Регицы не надо Ты просто вручную Забиваешь сетку И все Пользуйтесь на здоровье Конечно Потому что Мы работаем Как сервис То есть сервис Для проведения Трансляции Платформы Сервис Для турнир Тоже Собимаска Отлично Собимаска Есть Но Крипджек В конце концов Правда Не очень хорошо Подходит Не вовремя Купер Первым даже Теряет Рейдера Своего Да ладно Тут для Сокола Не такой Плохой Расклад Хотя СХ пустой И СХ второго уровня Это самая Главная проблема Потому что Сокол не успел Получить Третий уровень Да Третий Третий СХ с полной маны Это самая главная проблема Светок лечения Сокол тоже получает Третий Пытается выхилить Тут там еще Кодой молодой Есть Ты гублейда что ли Не не похоже Да 38 лимита 700 голды на руках До заказ Мы не это самое Опять не умеем Это мы искали сервис Для игры по Вархаммеру настольным Я не уверен Что у нас Там прям подойдет Зависит от требований Вот Но попробуем Два сапога Это конечно Тоже такая Трата серьезная Персонал КНВ Летит Блэйд Пытается Отковыряться Лечение Сражать бы кого-нибудь Не съедает Блэйд И ну Да Это Слитая катка Естественно Как тут контролировать Ну понятно Блэйда бьет Наконец-то съедает Нет Купер иногда тоже Не доконтроливает Конечно Спиритлинг Отличный контроль И на магазин Сейчас Вроде как Даже Отковыряться Может Хотя Противника Много Слишком Анастил Красиво Падает Кодой Молодой Сху Бражского Может убить Нет Там Лечение Есть Сколько Он потерял На этих Бутылках Ё-моё Подрезает Одного Там Свиток Продажи И сейчас Такой Оп И все Зелененькое Желтенькое Точнее Да Ну это все Про Микро Падает Блэйд Ну мне По девайсам Конечно Очень Поперло Ну слушайте Купер Он вообще Турниры тащил Между прочим Там По-моему Грейтер Как его Мана Этот Пендент У меня Байда Полная Ладно Ну Он При помощи Этой байды Мог Блэйда Убить Привет Сергей М М 1985 Молодой Шегол Ну я еще Конечно Очень Так Есть Геймм Следующий Ботинок Минус 500 Голды Зайду я пока в другую игру Или какая там еще Твист Давайте Твист Чтобы проглотить юнит Должен быть как бы Ну больше этого юнита Ну нормально Ты же не пережевываешь С это самое Вапер Зайдет В курсе кто НС Привет Привет Не сапоги Это полная Руина была Твист 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 Ну может это вот ластецки Моя в этом турнире Будет Фруидс Неплохо Неплохая попытка Следующий раз Через часик Попробуешь Написать Контроль То есть Я его даже Более-менее У меня хоть и армия была Мог слабее Я на магазине Рейдеров Всех Почему-то в игру не заходит То ли не создано То ли То ли Уже начали Кто сплагиатил имя бута Алисы Вы в Яндексе или наоборот У нас появилось значительно раньше На несколько лет раньше Но мы ничего не патентовали Естественно Я этого тоже не ожидал Почему-то Угу Стартанули Понятно Но я Пошел прям Прям сразу Потому что у меня сразу пойдет Крепчекать А он получается Пошел Сразу Лифейский гигант С тобой не согласен Так о чем там Мэллов Маруся Да, слышал Так Вторая карта Twisted Meadows Это ж Resident Evil Алиса была Кстати, она там появилась раньше Вообще Наверняка Кажется Алиса использовалась Кем-то из фантастов Как Как имя Для искусственного интеллекта Есть же типовые имена Как раз из Ты прочитал Алиса У меня станция включила музыку Хуже чем окей гугл Да, оно так работает Я могу спровоцировать Мне приходит с другой стороны Чувак такой Давайте Если на наушниках На колонке Если бы в наушниках На колонке Переключиться Полминутки Сейчас по триггерим Готовы? Окей, гугл Алиса Поставь Iowa Tiger Удачи Слушаем музыку Ну, вы слушайте Я не слушаю Ну, а здесь выбиваем Артефакты Опять же Желтые точки Что там У кого-то включилось, да? Шикарно Даже если у одного сработало Уже хорошо Сервант говорит Не работает Но у меня на мой голос Золочено Моя серия не знает Что такое Алиса Скажи Алиса Выключи компьютер Это слишком жестоко Сработало Но на другая песня Там еще сокол Просто что-то на фоне Говорил Возможно Возможно Услышали другие слова Пока 200 клетки У этого блэдмастера Ари Шакш Аш Поддержал ваш канал На 149 рублей И сообщает Удачи соколику Я как обычно Отлетел в первом раунде Пэс Это донат Извелось приложение Хорош Спасибо тебе Мошанчик Это кстати он реализовал Штуку Приятно работает свое Алиса Выключи компу Купера Это неплохая идея Нашел Пытается Гранта Убить Тот на спидах Побежал За маска Но у него там Со здоровьем беда Вообще убьет Вопрос какой ценой Больно же Но убил Молодец Распределяет урон Не-не-не Сегодня без ютуба Пока даже в пользу сокола идет Типа стоит ли сейчас крепиться на оранжевый Не стоит Вернуться или не вернуться Он играет От крипджека Конечно Такой прям Агрессивный сокол На карнизе За окном Заказывает второго Бестиария Спирит лодж Не хватает денег Удобно Конечно Это точка желтая Потому что Быстро вырубаются Пурджители А потом Гранты Вытанковывают Последнего Тебе выпадает артефакт Межго в паузах Между играми В FTL Не-не-не-не Это Во-первых Я тут как комментатор Между прочим Надо вести себя профессионально Кстати Магазин Вполне вероятно Но нет Шахта Скорее всего Успеет отменить Интересно Ага Гранты Там Грант Блин Какие же они Аркадники Вообще За маску потратил Добил Ну вообще Сокол впереди Причем сильно На два Гранта По артефактам Вроде не было Никаких там Косяков Официально ты пиджак надел Да-да-да-да Я сейчас сижу В студии В студии аналитиков Аналитики куда-то ушли Я один здесь И на мне пиджак Правда больше ничего Кроме него нет Но И не крепится Но все есть Вот это халява конечно Купер отдает блейда Купер отдает блейда Третьего уровня Вот это да О май Галил Ну Мне еще Лиссориус рассказывал Что действительно Он работал много на телевидении Что у ведущих Не это самое Только половина одежды И крипджек еще Отличный может сделать Ой Шикарная Это вообще ГГ похоже Сейчас Блейд врывается Поехала Работает по Грантам Тут можно столько Всего подрезать Минус рейдер Ну у Купера Кстати Ситуация По Да еще Еще один хекс У него пораньше Был Т2 По каким-то причинам Я не знаю По каким Минус лун одного Гранта Под ударом Рейдер Еще один Грант Рейдер Не факт Что убьют Кстати Блин Рейдер Рейдер своего Не доконтролил Здесь лучше бы не контролил На самом деле Грантов Они и так успевали Но с таким Вообще Можно идти убивать Человек Потому что Ну это колоссальное Преимущество Блейд еще не вышел Там лимита 36 На вскидочку Фонтон Баргар Говорит Странно Ты сказал Что на тебе ничего Да Да И это очень Очень странно Свиток лечения Скорее всего Да Свиток лечения Пошел перехватывать дальше Скролл спит И тут рейдер Раз с сеточком Блейд уже помогает И это был байт Нельзя было вестись Куперу на эту тему Надо было пробегать Побыстрее дальше Он теряет рейдера Спиритлинк Хекс пошел Чтобы сетки больше не было Блейд там наверняка Куперу скидаут Уже подошел Но в целом Надо сейчас Просто хорошо Отконтролить Сокола здесь Тупо больше Ай нет Обмениваются они Любезностями Сетками Какой же сумасшедший Все таки микро На этой Четвертый Блейд И второй СХ У Сокола Серьезное преимущество По По героям Ну и Как бы Главное не сдать Вот кстати Бору на 60 лимит Он здесь Выглядит очень странным Учитывая что Лучше деньги ГГ Купера Взять карту У Купера Это Это очень круто Соколик Да И он прям Радуется Радуется Хорош Вы просто понимаете Вы берете карту Человека Который Выигрывал Подобного Турнира Купер Он топ 1 брал Топ 1 брал Ух 1-1 Красавчик А это же поверить Не могу Если честно Нервновато ГГ Да нет Он разбирается В мироре Так Купер Трин Давайте я зайду в игру Последнюю Пойду попью Заходим Да Друзья У нас идет С вами Вовсю Турнир Играем Дома Сегодня Будет разыграны Очередные 20 тысяч Рублей Претендентов Изначально Было 80 Ну меньше На самом деле Потому что Подтвердили Регистрацию 56 человек То есть Сетка На 64 Человека Это Сингл Элиминейшн И Бо Ну Бо 3 До 2 Побед После первого С первого Тура С первого Тура Что мы видим Скрыв Парочку Туров Что Нитрон С Тишиной С Блин Шедаем Нищий Артурчик Все Не могу Привыкнуть К трем Никнеймам Человек Рол ждет Нитрон Выиграл Агента Помним 2-0 Довольно Довольно Дико Сокол Куктер Гоу Нитрона Посмотрим Да Можно Кстати На самом деле Если имя будет То я-то не против Потому что Опять же Можно зайти в игру А потом Посмотреть Кызя Подержал ваш канал На 300 рублей Сообщает Да А Соколи Кто может еще Не обвисли еще Мощцы геймера На указательном пальце Правой руки Да Да Тут конечно Ну хотя Есть определенная Моторика Дело наверняка Не в Не в мышцах А именно в В том Как у тебя Спинной мозг Работает Если голова Еще соображает То есть Ты понимаешь По стратегиям Принимаешь Правильные решения По игре То все Что тебе Нужно Это хорошая Механика Чтобы Твои задумки Они были Реализованы В игре Чтобы ты попадал Кликал Успевал За ходом мысли Знал ли игрока Колдун с Белоруссии Да Я слышал о нем Он и в Старкрафт Играл сначала В Варкрафт Но быстро пришел Старик Потому что часто Интересные истории Рассказываешь При игроков Из прошлого Но мы с ним Не это самое Не общались Помню Он во второй Старкрафт играл Тогда Он со самого Старта Кажется И У него Какие-то стратегии Были дикие Из серии Он кажется В 2 гейта Играл постоянно Или там В 4 гейта То есть У него была Такая тема Что Колдуна встретил Убил фотонками Как-то так Потому что Ну Потому что Он всегда Играл одинаково А фотонки Контрят Всякие чизы Двухбарачные Сейчас вроде Кастер дот Или типа того Понятно Соколик думает Что Отжать карту Купер Это успех На самом деле Успех Это когда Google Chrome При вводе В адресную строку Первая подсказка Good Game А не Google Ха-ха Да Это еще одна Косвенная Косвенная причина Почему мы Вцепились За домен Good Game Ну он был Изначально занят И у нас был Вариант Top Players Гораздо Менее удачный Но Good Game Во-первых Сразу Это Киберспортивная Тема И конечно же Google Уже был Тогда И Good Game Это прям Мышечная память Очень удачный Выбор Название Ха-ха Счет поменяем Сейчас секундочку Кажется Большие Полушария Слегка Подводят Моторику И одевают В лишний Сапог Ну да Ты иногда Иногда Начинаешь Действовать Из-за Типа Повышенной Собранности Или каких-то Нервов Нервов Не так Как обычно И Начинаешь допускать Те ошибки Элевиэль Поддержал Ваш канал Элевиэль Сонный Стабильно Хуже Ну или Уставший Истощенный Начинаешь Реагировать Быстрее От нервов Но Не всегда Ну то есть Быстрее С точки зрения Моторики Просто если Адреналинчик Бах То происходит Стандартный Да хорош Спасибо Да Мазда Говорит Величайший Беларус Да Лавелли Конечно Он хорош Очень хорош Топовый игрок Старкрафт Найтвульф Хорошо играл Прохоумен Хорошо играл Варик Очень Так о чем я А ну да Но зато Когда ты Начинаешь нервничать Точнее Такой У тебя идет Выброс Адреналина Ты можешь Совершать Более импульсивные Поступки То есть У тебя там Ну вот как раз Второй сапог Это скорее всего Хорош Да хорош Ребят Спасибо большое Спасибо Арктан Добро пожаловать На трансляцию Вот То есть Если спросить Сокола Когда он последний раз Покупал два сапога Особенно в какой-нибудь Ладерной игре Он скорее всего Даже не скажет Потому что Ну это Это чушь какая-то Это Это Вещь которую Ну Ну Так не делают Вот Но если ты прям Собран Если ты немножко Волнуешься И Прям так Стараешься 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 То То может Такое быть Машину Можно поднять На адреналин И вряд ли Соколу Это поможет Ух ты Здесь страдает Опять Куперовский Грант Как-то Сокол очень Грамотно работает По убийству Грантов Получает Раньше Второй уровень Более того У него есть Ботинки Он замазывается Бежит вперед Слышал Некто Майкер Неплохо Старкрафт Гонял Даже Старацию Придумал Жалко Его Уже Не найти Да Нет Это Это Все Я Старик Играл Просто Чтобы Я же Тогда Его Комментировал Во-первых Варик Уже Тогда Не было Турниров И никто Не играл Варкап Все Повально Во второй Старик Перешли И начали Комментировать Второй Старкрафт А Комментировать Игру Если Ты Не знаешь Матчасть Это Не очень Хорошо Я до сих пор Чувствую себя Не очень Комфортно Потому что Вот Сижу Комментировать На Орг А я Орг На Орг Сам Играл 100 лет Назад Поэтому Тут Без Кокастера Качественно Понять Что происходит Ну По нюансам Я точно Не смогу Вот Поэтому Ну И тогда Катали Тогда Все катали Старик Это Было Классно Фатоночки Застройки Там Макроигры Дропы Апсы Там Варпы Дарки Фениксы Зелки С ногами Все это было Даже Кого-то убивали Иногда Армию Игрока Атакуют Сокол Еще приходит Бестиарий И пытается Убить В то время Как Купер Работает Над Убийством Огра И соответственно Ну что Артефакт Появился Что Прям На хекс Разводит Да Да Видимо Это важно Помните Брюс Пытался Комментировать Варкафстерский Матч На ЦГ Было Очень весело Да Марчелло Тоже Так Ну Это Если Эмоционально То Это Интересно Потому Что Ну Многим Вообще Не Не Нужно Особенно Для разнообразия Какое-то Ну какое-то Сверхпонимание От комментатора В игре В конкретной Если это весело Если Есть на чем посмеяться В том числе Там Над стилем Комментирования Или над Тем как человек Пытается разобраться По-быстрому В игре Это 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 Все Рано Энтертеймент Да Это Все Рано Развлекаловка Бестиарий Дважды Отменяет Сокол Это Значит У рейдера У него Будут Значительно Раньше Чем У врага Ну вот Огра К сожалению На Огра Не Успевает Сокол Кольца Защиты Плюс Три Армию Игрока Атаку Ну Соколик Вроде Тоже Крипится У него Правда СХ Значительно Позже Вышел Видимо Там Разница Есть Какая-то По билду Черт знает Какая Вроде Как Бегали Гранты Куперовские Отдавались А Грейт На Т2 У него Ж быстрее Получился Черт Его знает Да Сокол Хорош Безусловно Нет Орк На Орк Наверное У него Самый Сильный Мычаг Потому Что Он Не Сильно Изменился С тех Времен Когда Они Катали Там Интересно Вы Слышали Историю Про Граби Про То Что Сокол Тренировал Граби С Квцг В Орковском Мироре Который Он Затащил Кажется Он Не Рассказывал Эту Историю Такой Пасмурный Апрельский Дождливый Вечер Что Новое Говорит Бикс Да 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 В доме У Сокола В подвале У Сокола Было Очень Тихо И тут Раздался Звонок Кто Говорит Орк Откуда Из Голландии Говорит Приезжай Моя Кассандра Спрашивает Как там Когда уже Сокол Приедет Плюс Надо еще Покатать Потренироваться К ВЦГ Сокол Не будь Дураком Мышку В руки И в машину Из Германии До Голландии Как мы помним Недалеко И все И недельку Они там Провели Ну потом Граби Стал чемпионом Сокол Чемпионом Не стал Но Граби Сказал Соколу Спасибо Соколу Это устроило Вполне И вот Мы смотрим Как Сокол Играет Сейчас Против Купера В таком же Самом Мэтчапе Вспоминая В такие же Дождливые Апрельские Вечера Как он Тренировался С грубой С грубым Угу Какого года История Это свеженькая Только что Придумали Спасибо ГТГ Тау Что там По просветке Просветка пошла Оп Ловят Блэйда Хекс Ну бьем 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 Сетки еще Есть Сетки Нет Подходит Уже Купер Ой Беда Какая 43 на 47 Все красное И у Купера Третий Третий Сыха Это Конечно Косяк Кадой Конечно Наш Приходит Но Огр Почему-то Голубой Бьет Нашего Сыху Ой В смысле Этого Духостранника Извините Купер Со вторым Лечением Блин И саурой Вампиризма Что самое Главное Теперь Правда Огр Помогает Нашим Но В целом Ситуация Очень Плохая Для Сокола Он Растеряшка Взаимное Уничтожение Юнитов Но Размен Безусловно В пользу Купера Свиток Зверя Кто Взял Сокол Взял Свиток Зверя Пытается Нагнать Непонятно Чем Он Пытается Сражаться Сокол Нет Еще Не до конца Конечно ГГ Но Нужно Сыху Получать Третьего Наверное Вот сюда Лучше Выбивать Артефакт Может Такой Ситуации Книгу Ловкость У тебя Близзы Забирали Две Ловкости Сокол Ловкость Не взял Не вернул Себе Заслуженную Ловкость Не вернул А Купер В это время Еще Красную Забирает Но он Молодец Он Не теряется 50 Лимита У него Все Красиво Болельщикам Сокол Остается Только Надеяться Что там Не выпадет Какая-то Имба Медалин Храбрости Это не Не такая Имба Сокол Выпадает Циклон Сыхат Третий Конечно Ж Книгу Не взял Катку Отдал А там Еще Грунцер Следит За нами Мы Перевариваем Гранта Поэтому Крипиться Надо Особенно Аккуратно Потому что Грант С Неимоверной Точностью Доставляет Информацию О текущих Координатах Кадоя И соответственно Армии Оооо А можно Было бы Сделать Так что Кадоя Типа Идет Делает Вид что Крипится А вся Бригада В засаде Новые Страты Пошли Друзья Новые Страты Неужели Книги Настолько Не видны Нет Та книга Конкретно Была Просто Прикрыта Некоторое Время То ли Лесом То ли Магазином Под определенным Углом Поэтому Не увидел Сокол Ну и плюс Он торопился То есть Добить И убежать Дайте Хороший Артефак Типа Тоже Вампиризма Ну Паладиновская Аура По крайней Мере Топ 2 Наверное Для орков Артефакт Да Но здесь Красная Точка Блин А сокол То красную Не мог взять Из-за того Что постоянно За ним Глаз да глаз Присматривали Да Получается Что кодой Прозрачный Действительно Изнутри Выходит Что так И выпадает Еще одна Медаль Храбрости Две Медали Усахи 500 маны На руках Сокол Идет На красную Точку Там уже Никого Классно Ну Немножко Выровняли По крайней Мере По лимиту Сравнялись Сокол Как будто Пытается Крипджекнуть Но Непонятно Что здесь Крипджекать Этих Мурлоков Несчастных Стащил Падает Кодой Кодой Сокол 41 Лимит 53 К сожалению Численное превосходство За врагом Еще Кодой Убивает Не Ну В этой ситуации Не совсем Было понятно Что здесь Сделал Сокол То есть Вот куда он Бежал В этой ситуации Его должно Было быть Меньше Рабочие Скучают Видите Не подвел Рабов Ну контроль Это отчаянно Может быть Тык в суху Пригодится Ну то есть Единственный шанс Хотя Кажется Наш Его Будет Тыкать Гранта 56 На 38 ГГП пишет Сокол Но 1-2 Он проигрывает Тем не менее Комментарий Молчит Расстроился Так и есть Давайте Посмотрим На сеточку Нейтрон Играет С Тишиной С Артурчиком С днища С Шадаем Мне бы хоть один Нормальный девайс Выпал До того Как он меня Закрепчал Юрера Музди Поддержал Канал на 100 рублей И сообщает Спасибо тебе Спасибо за стрим Сокол боролся Как сокол О Остяг Что мы сделаем Со стягом Давайте посмотрим Кто такой Древний 31 год Серег Серег Смурфы есть Есть А это Хелс Подчеркивание Темплар Поддержал Наш канал И сообщает За взятую Карту Купера Хелс Хелс Ну стыдно Это не тот Хелс Нет вообще Остяг У тебя Да Это его Не основной Аккаунт Это не тот Хелс Зачем тебе Лишний аккаунт Скажи мне Серег Ну Ладно Ладно пацаны Давайте Пока Эй Я пойду Что-нибудь Молодец Купер Поздравляем За взятую Карту Фолл Темплар Поддержал Ваш канал На 500 Рублей Сообщает За взятую Карту Купера Спасибо Фолл Темплар Комментить Не будем Ну давай Бобер Одну Две Можно С Бобром Прокомментить Отлично Так Хорошо Да Привет Привет Михаил Какой ты громкий Сейчас я тебе потише сделал Рассказывай Что думаешь об играх Чего не хватило Ну для победки Не хватило Больше Чего Лучшего контроля И лучшей игры Лучшей игры Точно Ну понятно Я знал Что ты не удержишься Ну Уже 2-1 Чего ты Да Я то ничего Вообще Я просто интересуюсь Как дела А ты начинаешь Отмазываться Дисбаланса нет Никакого В орг на орг Ну я же Я же сразу тебе сказал Ну не хватило Он лучше играл Чего Ну зачем ты меня провоцируешь Мне так тяжело Орки имба Ничего не сделать Согласен Да Две ловкости Мне вначале не дали Так а ты их не взял С магазина Тебе выпала книга Два ловкости Ты ее пробежал Потом взял Ты что Я ее взял Потом А что сразу Потом Потом Не ну у него Третий СХ Пришел А что так поздно У тебя СХ То выходит Да я завтыкал В Бурову Ты видел Он меня Блин ну и как так Ну ё-моё Все же шло хорошо Да Все прекрасно шло Минус грант Все и потом Смотрю Бурова нету На Т2 Я Буру ставлю И все Понятненько Я думаю Что у тебя забил Такой странный Да Без Сехита Главную победу Он сегодня одержал Выиграл у мистера Винера Как тебе мистер Винер? Ну как мистер Винер? Ну что ты думаешь О уровне игры его? Нормально Мне просто сказали Что ты считаешь Что он хлебушный Я это Именно Ситуативно было Когда У него я убил МКу Он в наглую С тремя рифлами И пятым архимагом Их было пять И там еще был прист Там было пять рифлов От меня отходило У него три рифла А я понял А все другое Подошло То есть Ну Ты не должен оставаться Без ТП Прям на стороне орка Можно сказать И крепить его Нет Его точки Я пришел И он Окей Пять рифлов Там Сорочка прист И что там Все Ну Это Вот в данной ситуации У него армия была хлебушная Угу Ну то есть Он не хлебушный Но армия была хлебушная Хлебушек Да У нас кстати Сегодня появился Смайл хлебушка Да-да Оля уже Заценила Она такая Я написал Знаешь Там написано Сокол И вот это хлебушек И он ко мне Подходит Ой Сокол Ты такой хлебушек Ха-ха-ха-ха Да Купер Дэфноут Может посмотрим Давай Что угодно Что угодно Мне просто Где-где-где Ну они сейчас Будут играть Они черкают Угу Откуда ты знаешь Ну потому что Я знаю Ты что Мапхакер что ли Да Не ну потому что Они друг с другом Играют И написано Еще не почеркали Значит они еще Черкают Катер Угу Хорошо Как АНД Радос Ра Говорит Я на свободе Так А что у нас По сетке Нитрон Шадай Десноут С Купером Сейчас будет Да Адмирол ждет Джонни Кейджа Скорее всего Да Похоже Джонни Джонни А Джонни Кейдж Убил Плиз 2-0 А вот Поэтому и пропустили Хавки Юристик Ну Хавк там Поверху проходит Вроде без проблем Да У него был кто-то Сильный хоть Пока нет Вроде Хавк через паладина Играть А давай Хавка Пока посмотрим Угу Ну я Хавесу написал Что нам нужен Геймнейм будет Так что Надеюсь Отпишется Хавк Начать просмотр Блин Реально с паладином играет Против андеда Или кого Да А ну можно Не ну На эхо Это вообще Это было в свое время Просто Самая бесячная стратегия Довольно таки потно Да А еще когда танки По три были Ставишь ничку И бегаешь Паладином А подожди Там же была тема Что Палыч Или она сейчас У него мега Был Дурэйшн У этого Дивана Дивана И он против андеда На пятом уровне Просто Покупалось еще Это 7 секунд А типа 45 секунд Кажется он работал Из минуток Эдэя 45 секунд Работает Да И он приходил Туда 7 секунд Напиточек И получает Две минуты хаоса Минус все околиты И еще став Он покупал Ну то есть Две минуты хаоса Став Да персональчик А там К танке строится И приходил туда На инвизи Чтобы его Не засловили И сразу Включал Ингул Чтобы башня Его не этого И все Изи Каточка Да На эхо Так себе Было Дирижабли Нет Но дирижабли Можно было И околитов Спасать То есть Это такая Обоюдная Штука Но Нет Я почему-то Запомнил Именно Паладина Против андедов На эхо Ну еще не зины Конечно Потому что Тупо Карта Большая О Геймнейм Есть Вик 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 То есть Ай Ай Почему И ты тогда Говоришь По немецки Потому что И Ты же по немецки Умеешь Миш Нет Что ты Варум Майн капитэн Варум 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 Открытые игры Да я уже зашел Нет Он же давно Уже в игре Хорош Хорош Как сейчас Варденгов Против рабов Только слабее В три раза Ха-ха-ха-ха Спейл Опять начинает Не спейл Полностью тебя Поддерживаем Да вы просто Ханту Спасибо Арчиха Привет Хлебушка Не Ну Миш Ты Замечаешь Да Ладно Зачем Да Очень Круто Пабджи Отсутствие Пабджи Идете На пользу А что Они вышли Старый Теренас Вообще Реально Старый Теренас Историй Столи Этого Не Виду Да Прикидаешь Фонтемплар Закинул мне 500 рублей Я видел Против Купера А прикидаешь Я бы две карты У Купера А? Я не Ага Если я бы купил Водород Кстати Я же тебе рассказывал Элиюте Аля Не идите Дорога Какую Да Ты рассказывал Что кроме водорода Еще Плесиновый сок Пошел У тебя Неожиданно И страховки 2 до 8 Название игры Ееееее Моя спекуляция Пошла наверх 8% Ебой Смотри Фишку Рассказывай Так А ты в курсе Что на Торталл Роке Нет ближних респов Зачем ты разведку делаешь Что? Не я думал У пада Ладер был Он специально Изменил Карту И что Ее теперь везде Изменили? Ну Судя по всему Да Нифига себе Прохладно Так Смотри Миша Многоходовочка Записывай Да Я запомню Корона Да Так Корона Людям все равно Надо закупаться Кушать Ну и платить Правильно? Так И Вот Что Что будет процветать Когда люди Хотят закупаться Бояться короны Подожди Надо написать Мы Реди Там не тебя Спрашивают Точно Вот А ты не в игре Как не в игре? Я у Джонни Кейджа в игре Геймейм Вик Алло О Да просто Я зашел в игру В которую Ну ладно Не важно Продолжай Так Многоходовочка Сработало Люди 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 Хотят кушать Хотят закупаться В магазинах Конечно Хотят Заразиться короной Как можно заразиться короной В основном Тем то Что ты дышишь Ну кто-то кашлянул Сморкнулся И ты вдохнул это Или А ты дотронулся До чего-то Что зараженное И Не помыл Не продезинфицировал руки И случайно Ну пожамкал себя Там по лицу Там в нос залез Я не знаю Куда-нибудь Че В какую-нибудь дырку И заболел Вот Люди Чтобы Как можно меньше Иметь контактов Со всем Так Надо Платить Безконтактно Есть такие технологии Что ли? Да Прикидываешь Но она уже Товно существует Но сейчас В Германии Был Раньше Была Эта Тема Называлась Баррис и Сваррис Только Нал Считается Типа Ну такая Поговорочка Типа Нал это клево А все остальное Это не клево И вот И сейчас В Германии То есть А раньше Вообще Почти всегда Платили баром И сейчас Понеслось Ну налом Сейчас понеслось То что боятся Все заболеть Карточка Прикладывается Ну ты знаешь В курсе Вайлес И все такое И И Так Я Вложился Я На самом Дне В Компанию Она называется Вайлес Один из Самых Больших Комп Одна из Самых Больших Компаний На тему Трансакции Т.д. И.т.п. Почти Как виза Уже Можно сказать На Посорить Кстати Капитализации Маркета Насколько Она от Виза Отстает Вот И Она Ну конечно В Германии Развивается И.т.д. И.т.п. И.т. Сейчас Сработала Многоходовочка Люди хотят Покупать Люди хотят Что-то делать И.вайркарт Конечно же Такая Неизвестная У меня Уже Все проработано Сделано И.т.р. И.конечно Она всем Компаниям Помогает Т.д. и.т.п. Надеюсь Ты же оценю Все делали И.т.р. И.т.м. Соколик Так с акциями Так Ну правда Только мало Вложил Но все равно Понимаешь? Да Понимаю Вот Многоходовочка Сработала И параллельно Еще водород Потому что Люди хотят Чистый воздух Да Чистые руки И чистый воздух А водород Тут при чем? Ну чтобы В это Вхлопных газов Не было машин На водороде Это слишком сложно Слишком сложно Это многоходовочка Миша Многоходовочка Я понял Да Я понял Хорошо Так В это время Купер Смотри как Прохлана крепится Очень клево Ладно я пойду Друзья Если вы хотите Хавка досмотреть Ссылочка в чате На его канал Досматривайте А мы пойдем Смотреть Купера Против не Купера Да Крепится он классным Мне очень понравилось Армия игрока Атакуют Ну такая вот Многоходовочка У нас еще смайлик Нерасистский Есть по этому поводу Think about it Не-не Эстра Это Многоходовочка Я не перепутал Водород С Кислородом Все Многоходовочка Понятно То есть У тебя там все растет И ты Водушевлен По этому поводу Да Вот в полне Прикидываешь Так за 9 Плюс 8% Миша Кто тебе Кто мне даст За 9 8% Ну скажи Ты дашь 8% Ну а гилу дали Ну там не 8% Это да Ой минус Ой-ой-ой Ну это очень странно Он как будто думал Что там будет АМ просто И все В этом смысл Жить с алисных троллей Чайник Чайник кидай Ну кидай Чайник Убей И рабов Не хочет Да Окей Спиды есть? Есть спиды Надо было включать Диспелы же нету Сейчас минус фейс Вообще можно было получить А нет Там Ну просветка Ну со спидами Ушел бы кстати Грант С Крэггей Да я понял Про Граби Как это Миша рассказывал Чтобы Рассказать Как Граби Меня тренировала И я его тренировал Но это потом Купер бы победил Дали бы больше Восьми процентов Ну Кстати Но Купер Нычку-то Предотвратил Ты один Ты один Да Хавк Затащил Там МК С бутылкой маны И почти третий Хотя ФС Тоже неплохо Подрезал Судя по XP Армию игрока Атакуют Мне ну это Хочется Хороший точечек Сори Хайт Хайт Барсик Красавчик Ну да Он может выбрать Вообще момент Было бы идеально А хотя Не факт Что если Он подошел И спрятался У троля Его там Было бы видно Прячется МК Бах Болоток В тролле Нет Такой Аркадий Вот этот Грант бежит Он должен На просветку Бежать Грант Почему Направо Там же Минус МК Минус ТП Нет Ну МК Сейчас просто убежит На изя Третий уровень Может даже и не будет Он сейчас Можем Ману выпить И убить Барсика Вот и полетело И минус Ё-моё Не ожидал Почему не ожидал Ну я не знаю Почему И как раз Он только третий уровень Получил Прохладно Прохладно Он не ожидал Что МК Подойдет Он наверное Не увидел Из-за ночи Что там Ну Подбегает И когда уже Он выпил Это было поздно Лишак говорит Привет из моей Кафедры нетрадиционных Возобновляемых Сточников энергии Водородная энергетика Очень прохладная тема Слишком дорого И неэффективна У меня на эту тему Есть очень прекраснейший Ответ Так На это надо смотреть Не со стороны Не со стороны Денег А со стороны Спасания планеты Спасения планеты Барсик хочет умереть Барсик хочет умереть Опять Да как Ну да Я думаю Что Барсик хочет Убить МК Но да Он тут Никого не убьет Не водород Это вещь Не могу объяснить Может быть Сделать мне стрим По водороду Обязательно Никогда такого не было Ты очень редко Говоришь про водород Да Надо больше времени Соберешь экспертов Как раз Товарищи С кафедры Подтянутся Расскажут Что ты не очень Ты согласишься Но потом Опять на акциях Выиграешь Не Я не соглашусь Потому что я знаю Что водород Это топчик Армию игрока Атакуют Ну нычка Кстати очень поздная Да А если бы Виверный Он бы уже Затащил ее Потому что нету Никакой контры У Дефнота Виверном Ну а там делаются Эти Как называют Рифлы Ты понял Нет Духостранники Вейв Против МК Одного Ну ладно Ой Он СТП Он пытался Спрятаться Крит от волка Крит от волка Двойной Еее Что происходит В этой игре ГГ Счет 1-0 Но счет Кстати по игре Очень близкий Ну да Очень странная игра На самом деле Один Берет ФСа Берет приста Надеюсь что там Архмаг Приходит Очень удивляется Видя там Маутен Кинга И вот с этого момента С Мишей Такой процесс Удивления Очень странная игра 2-2 Ну естественно Конечно Внимание Это Захвачены Поэтому ждем Вик 1 Никодим Может в рыбный Писать бизнес Вложиться Не надо в эти Креветки Вик 1 Так там ответили Иммобили На топ Брага Или потому что Параметры Которые были Обещаны Прохорова Были завешены Совешены На пару Порядков Нет еще Нету Еммобили Они Сейчас В Европе В Норвегии Вообще На топ Идут Но просто Хочу подметить То что Водород Это тоже Еммобиль Ну На всякий Пожарный А грузовики Лучше водить На водороде Ну Чтобы возить Изи На легковушку Водород Это Скажем так Еще не Недоработано А грузовики Топова Ну Ладно Грузовики Только Так Если Сарандопор Да Ладно Что Ой Не Смотри Миш Я Два Года Читал Разбирался Смотрел И пацаны Грузовики Вообще Не ездят Так Может Ты не Доразбирался Только так Грузовики На водородах Изявые Да нет Тесла Грузовик Грузовики На водородах Мерседес Бенз Есть Там Нет Водорода Ну Вот Пацаны Смотрите Я Могу Ссылочку Скинуть На Огромнейшую Компанию Которая Происходит Грузовики На водороде И то То есть Получается Вы Не шарите Эй Ну Не Ну Если Они Говорят Что Их Не Существует Ну Один Сказал А ты Говоришь Что Все Не Шарят У нас Там Эксперты Ого Не Ну Вообще Я с тобой Согласен Чатик Что-то Последнее Время Сдает По Квалификации Просто Сдает Средний Уровень Видимо Понизился Учитывая То Что Яндекс Не Заходит Там Еще Кто Да Да Давайте Скинул Ссылочку Посмотрите На Грузовики На водороде Это Рекроуд Наверное Да Ты Скидываешь Вау Там Один Судизлайков Десять Ищи Просмотров Они Там Видимо Те Кто Сидел В Зале Пересмотрели Видео В Надежде Увидеть Себя Вот 72 Лайк Никто Не Смотрел Это Видео Этого Не Существует Соответственно Моя Что Будет При ДТП Двух Автомобилей На Водороде Вообще Ничего Не Будет В Смысле В Каком Радиусе Не Взорвется Миш Технология Очень Хорошая Тебе Камаз Видел На Водороде Нет Зачем Альтек Миш А можно Убрать Этого Сокола Раздражает Голос Прям Можно Убрать Альтека Раздражает В чатике Прям Спасибо Пацаны Здесь Лайдем Зашел Поставал Дисмиссию Лесник Конечно Технология Будущего Так Давайте Прокомментируем Группа Давай Давай Прокомментируем Кто У нас Выиграл В прошлый раз Купер Жи Выиграл 1-0 Да 1-0 Ну Теперь Смотрим На Блэйдмайстер Вместо Фарсира И На Архмага Вместо Тэмки Да Енотик Ну Расскажи Я смотрел Ты Против Мистера Виннера Два Раза Блэйда И Играл Да И Скорее Без каких Соображений Потому Что Барсик Фигня Против Мистер Виннера Он Заточен Мистер Виннер Его Страта С Быстрыми Рифлами Заточена Под Барсика Ну У него Там Магическая Вышка Кстати Как По Кому Дикому Таймингу Ставится А Страта Типа Рана Престы Или Что Не У него Через Риф Через Фото Рифлы Маск Риппинг Ну Изи Ну Я просто Очень плохо Играю Но Это Это Мы Это Вопрос Мы Не Рассматриваем Сейчас Хорошо Плохо Поправил Счет Все Так У них Там Почему То Один Один Стоит Ну Вполне Вероятно Просто Мы Не В первую Игру Вписались Так Что Я Доверяю Тому Что Все Так Мугул Хитрый Совсем Без Экспы К сожалению Но Не Почему Уже 88 Год Моего Рождения Ищи Гол Хорошо Ну И Сейчас Фудмены Приводят Грантак Троллион Но не успевает Грунцер Хотя Не успевал Одеваясь Можно Нет Не успел Лемон Надо добиться Наверное Да Вот Сейчас Причем Сначала Было 38 Стал 130 Да Получил Но по анимации Не сказать Да Блейд Не убил Грант Так Ну и дальше Что Для того Чтобы убить Сюда Фуда Тратил Ой Вот это Было А какой Какой вариант Тут вроде Это Архмаг Молодец Фейкануть Удар Архимаг Выстреливай Делай Дамаг Ты Делаешь Второй Ну да Учитывая Дистанцию Ему Надо Делать Это Чуть Не В Момент Твоего Удара Да Хитрые Орки Могул Тоже Хитрый Но Не Додумался Че То Общем Так Архимаг Идет Сейчас На Т2 Cancel Делать Стание Снори А нет О Мурлоков Я думал Пойдет Интересный Крипинг Так Пацаны Из чатика Все Кто Кто Желает Послушать Стрим Про Водород Сделаем Отдельный Потому что Зачем Отдельный Стрим Сделаем Правильно Миш Да Будешь Моим Партнером Нет Почему Мне Неинтересна Тема С Инвестированием И вот Этими темами Нет Про Водород Технологии А То есть Там Про То Как Технология Про Водород Нет Тоже Неинтересно Ну ладно Ну все Нет Кто Хочет Пишите Мне в личку И наберется 40 человек Я Сделаю Стрим По водороду Хорошо А вот Плюсики Ставьте Да Плюсики На попытке Купер Отбивается Купер Очень хорошо Отбивается Минус Два Фута В принципе Правда Немножко Починить Починить Наверное Бестиария А то Рискованно Хотя Рабочие Всегда Рядом Если Кто-то Придет Не Решил Починить Против Лема Слишком Фокусник Фокусник Набирает Крупу К сокол Билет 100 рублей Так Ну все Набралось Народу Я тогда Сделаю Потом Анонс И Соберемся Про водород Поговорим Класс Пишите Сделайте Этот Файл В Майкрософт Ворде И запишите Там А как по-немецки Майкрософт Ворд Майкрософт Ворд Ворд Вот Вот Или Ворд Записывайте Вопросы И потом Будете Мне их Ставить Хорошо Хорошо Договорились Хочется Конечно Вписаться За артефакт А нет Аркмага Даже начинает Бить Ничего себе Просветка Молоток Ой Ой Почему-то Виндвок Не прожал Не успел На кулдау не был Ааа Точно Там же Две секунды У нас Теперь О Вот это Хорошо Он делает Убивает Робов И Да Успел Хорошо Но лечения Нету Кстати У него Ой Сорочка Может кинуть Да Кинуло Висящее Слов Но Архимаг Получит Третий Уровень Но СХ В это Время Получил Тоже Второй Тоже Второй Плюс Две Агилы Плюс Две Агилы Блейд Блин Что Прокируешь Брэндон Ну Это Десно Там Лежали Плюс Ааа Я понял Сам Брэндон Подкинул Водород Соберем Сокол Как там Узнаем Что ты Начнешь Стрим Первый Водород Я сделаю Анонс Подписывайтесь На канал Покупайте Премиум И там Кто-то Продавал Билеты По 100 Рублей МК Выпадает Камень Жизни Нормально Ой Ой Ааа У него Виндволк Закончился Да Ничего Не добил Увы А как Узнать Канал Что Не Ну все Я Обиделся Не Берем Очень Обиделся А может Он серьезно Спрашивает Может Он Первый Раз Или Там Ну У него Примак Ну Может Он Других Стримит В смысле Смотрит А пацаны Вот Реклама Несанкционированная Все Это Залеж Разрешил Сегодня Нет Да Ладно А как Там Можно Было Похоронить Вроде Он Убегал Там Спокойно Здоровый Жебок Ну Кстати Купер Очень Хорошо Сейчас Подбежал Можно Своровать Не Успел На Секундочку Прям На Границе Был Действие Просвет Ким Да Очень Хорошо Ждал Оп Ловит Оп Добивает Вот это было Очень правильно Потому что МК Нельзя Давать Инта Две Инты Да МК Совсем Немного Не хватает До третьего Уру А тут Три Три Хочет Клэп Вставить Поставил Хороший Шикарный Клэп Но у Купера Это все Плохо Я не знаю Что он Здесь дерется Да Да Маны Уже У Сахи Нет Нужны Спиды Убегать Спиды Убегать Купер Развалился Слоу Сильный Мбовой Сейчас Чего Один Маны Нет Убегает А зачем Он Кубьет Э Блэда Убегает Хилл Надо Передать Бутылек Нет Не Передаш Никак Ой Красиво Испиды Закончились МК До сих пор Не третий Нет Там Трол Сзади Мочит По нему Саре У тебя Сегодня Тоже Был момент С этими Стролями Ну Это Минус Блэйд Молоток А Блэйд Такой Прокаченный Блэйд Хорош Вот она Наверх Наверх Зиклин А нет МК Может кинуть Ой Мог купить Кстати Мог бы добежать А почему он Остановился У него еще Косарь на руках А вот почему У орков Такая проблема Постоянно Вот ответ Посмотри в середину Ничего не было Это была телепортация Понятно Понятно Вы настолько там Законтроливаетесь Что забываете Что можно две кнопки Нажать и юнитов Заказать Миш Тяжело Контролить Оркам Это наверное Самая сложная Оркам Именно тяжело Контролить Да 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 Действительно Что-то я А другими Это халява Вообще Что там Клэп Все на автокасте У тебя хил На автокасте Да Слоу На автокасте Камень здоровья Кстати Может помочь Но Клэп Какой Клэп Хотя Магазин рядышком Это второй Клэп Ты просто просил Какой Клэп Я сказал Да Второй Ой Сейчас еще один Клэп Если сделает Он видишь Бежит Хочет Клэп Сделать Не тратит Специально На болт Кадоя Смотри Ломает Молодой Слишком серьезные Потери Все-таки У Купера По лимитам Сейчас пойдет Магаз Какой-нибудь Спасают Брейкера О, Лисник Наконец-то Написал То, что Куда я клоню Лисник Лишак Что-ли Или это Лисник Лисник Так, возвращается Купер У него есть Виверна Одна Четвертая Схаб Отличнейший Клэп Думаешь Думаешь Обьется Нет Камень Ну, смотри Он бежит Всеми юнитами И бьют И сейчас Можно на развороте Убить Су Просто Голд окружить Да Все, минус СХ Там камень Жизни есть Камень Жизни есть Ой, не хватило Маны на лечение Не хватило Хекс Хекс Отлично Покупай Там все Настолько Красная Урка Клэп И минус 3-4 юнита А клик В коня Ну, это Отчаяние Молоток Минус СХ ГГ 1-1 Не, было Уже счет 1-1 Не, сейчас 1-1 Все-таки Было 1-1 А кто До этого Победил Победил Миш Победил Купер До этого Да И теперь 1-1 Все Изи Сейчас Вроде 2-1 В пользу Форм Спрашивает Почему На нашем Стриме Проводород Смотрим Какой-то Варкрафт Убираем Так Давай Посмотрим Посмотрим Сеточку Посмотрим Хавка Хавк Не играет Сук Варлаф Типа Ястрим Проводород Варкрафт Все Валлаф Сукла Когда в PUBG Будем играть Ванлаф Надо Сыграть С пацанами Вик 2 Нет С пацанами Надо сыграть PUBG Я Я Стука За Моя команда Мои пацаны Геймнейм Зашел Все-таки Дезинформация Была Относительно Счета Текущего Вот сейчас У меня Счет 1-1 Да Я Понимаю Так Тоже Думаю Да Стречкой Надо Твоем Чем Поделать Ты Предлагай Чего Будем Делать Что делать С Молотон Кингом Патч Карта Амазония Не давать На 3 Подняться Это ж не так-то просто Купер очень Агрессивно играл Тем не менее МК прокачался Ну да Не, ну у Купера Было все прекрасно Мое мнение Но Вот этот забег Крипджек На лагере Не надо было делать Не надо было делать У него было очень хорошо Все из Х Девайса Ему Надо было красную Забрать Мне кажется У него на тот момент Был 3-3 против 3-2 Да Но там позиция Была ужаснейшая То есть Менты близко И У него даже Суплай больше Был у Хумана Биркуток Сплит войск Не заходит Так хорошо Поверь У тебя Всями Всями Лишняя армия Как ты ее Засплитишь Они должны же Как-то атаковать А раньше Мы после патча Такой увеличили То, что он На пол карты Делает Клэп Уровень Все научитесь Пацаны Может они Для развлекухи А не для обучения Так чисто Поулыбаться Посмеяться Не Это тогда На другие Смотреть Я обучающий У меня только Обучающий Стример Понятным Но разноплановый Я понял Смотри Грамота Так как Купер Выманивает Это же он Специально Делает Правильно Или нет Чтобы не Кастовали Лайтнинг Шильд Потому что Если они Уже Выбежали То Ты не встанешь Архимагом Так что Он закаст Стоит Не жалко Ли Пиона Тратить На это Ну Он для этого Сделал Смотри По времени Купер Вообще Ну Он выиграл Очень много Секунд Я бы еще Конечно Элементали Забрал Ну ладно Купер Лучше Играет Сбирается Вот это Сейчас Очень неправильно Он делает Он просаживается По HP Очень жестко А купил Только Одну Хил Сел Только Одну Можно Забрать Можно Забрать Можно Забрать Хорош Тридцать Голды На Экспо Это Очень Хорошо Можно Опять Забрать Потому что Еще Одна Хилка Есть Свет Что Ли Будет Зачем Он Сюда Да Ладно Это Дорого Очень Дорого Можно На Уже Можно Да 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 Все Очень Странные Игры Нет Я Не знаю Почему Никто Не Запирает Эти Книги Ты Сам Сегодня Не Забрал Эту Книгу Нет Там Я Был В Битве Не Надо Я Там Ты На Криппинге Был Нет Ага И Меня Крип Чекнул Блейд И Меня Крип Чекнул Она Уже Закончилась Эта Битва Ты Отступал Ну да Я Отступил А потом Вот Можно Элементаля Забрать Ну ладно Он Ждет Пока Закончится Но Элементаля Хотел Забрать Кстати Да Видно Было По Движению Но Да Р2 Д2 Очень Странно Причем Ну Купер То Алтеку Не нравится Мой голос Опять Пишет Не нравится Я не знаю Семена Уши Болят Ай-яй-яй Элементаля Левля Элементаль Да Опять Экспа Никуда Надо Бить Ну Блайда Такой урон Что Даже После Первого Удара Ты можешь Внести Футменом Сложновато Соревноваться Спасибо Тэй-чка Спасибо Тэй Фокусник Прикольно Написал Красиво Сокола Можешь по-немецки Что-нибудь Сказать Скиньте ему Клипчик Студия Студия Два Когтя Варах Мага Очень Хорошая Сейчас Возможность Подрезать Футменов Но Одного К сожалению Да Ну и Артефакт А нет Артефакт А нет Артефакт Два С половиной Блейд Чуть Чуть Меньше Чем Джон Пол Тэй Можно Тэй Можно Все Почти Как так Получается Что у Блейда Эксп Столько Жесток Варах Мага Притом Что он Не Крипался Почти Он Забрал Двух Этих Жирных Две Жирные Точки Внизу На Оранжевые И Две Два Оранжевых На Посередине И Тролля Забрал Оранжевого Тоже Нормально Армию Игрока Атакуют Тэй Говорит Миша Почему В Альянсов Не Играешь Тэй Все Наезды На Меня Ну Нам Нужно Договориться Когда Следующий Я Не знаю Там Есть У Всех Ограничения Какие-то Может Завтра Удастся Вы Выкрыть Время Я Опять Не Хочу Говорить Пока В Конференции Не Не Определились Армию Игрока Атакуют Вампирик Вампирик Может Помочь Меня Там Спросили Могу ли Уметь По-русски Говорить А по-немецки Я Вот Скину В Чатик Клипчик Мишиного Трима Опять Опять Ладно Давай Так Ну Вы Должи Плюс 6 Агилки Ксать Лучше Чем Плюшись Когти Конечно Ой Архимаг Вообще Хэтшотерсы Делает И аура Тоже Оранжевая Это Топово Для Кастеров Сейчас По пристам Стало Понятно Где Находится Хуман Но Там К сожалению Уже Нечего Хотя Одного Футмена Опять же Можно Подреживать Мишку Узял Успел Успел Выйти Винвок Ага Сарил От Купера Виверны Не Рейдера По-моему Это еще Не было Разведано Деснот Очень Боится Купера Видишь Он Очень Дефенсивный Или как это Сказать Защитно Оборонительно Оборонительно Крепится Купера Сейчас Будет Третий Уровень Если Кабольдов Заберет Слушай Абсолютно Фермы Нет Мастерской Это Вроде Как Должен Быть Стандарт Для Противорка Или Не Обязательно Или На просвет Крепинг Даст Не Ну Это Что Денег И Тогда Ты Еще Тяжелее Крепиться Потому Что Тебя Нет Креп Масс Для Крепинга Чтобы Есть Тебя Креп Чекают Чтобы Отбиться О Когти Плюс 6 Ну Сейчас Все У Купера Прям Прекрасно Просветили Отходи Слоу Болт Подбегает Пока Без Болтов Сейчас Вверны Появляются Спиды Нужны Или Диспел Диспел Спиды Еще Раз Диспел О Видишь Как Молодец Слушай А тут Некому Вверну Вообще Убивать Да Минус Два Кастера Уже Минус Все Кастера Будут Но Хекс Я бы Еще На МК Кинул Если Честно Ну Ладно О Элементаль Все Рано Потери Значительно Больше У Дисноута Можно Было Преотвратить Потерю Этого Верно Как Ну Хекс На МК А Хекс На Мана Была Полная Ну Много Скажем Так Болт Фокус И он Не успел Диспельнуть Там Не успеваешь Элементаль Он Делает Два Выстрела Как Же С Верными Классно Да Спидов Нет Диспела Нет МК ТП Передал Сокол В клипе Майкер Говорит А не Ты Что Нет Это Я Говорю Снова Попытка Убить Да Минус Архмак Судя По всему И тут Даже Без Спидов Ну МК Сам Идет Отдаваться Молоток В Сэху Но Это ГГ Интересно Что Виверный Все еще Бывает Неожиданной Темой Потому что Ну Очень Многие Орки Практикуют Как раз Ну Здесь Один Правда Был Бестиарий Кажется Или Дабл Все Один 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 У него Кастер Да Да Точно Там Спирит Уолкеры Вот И Оказался Не готов Деснот Фокусник написал Сокол Насчет Экологии Вот Из-за Коронавируса Очистился Воздух И воды Мирового Океана В Венеции Вернулись Дельфины Я слышал В Японии Годзилла В Австралии Фламинго А кто Вернулся Во Францию Вернулись Немцы Ай-яй-яй-яй Пользуешься Да Тем Что это Не Другая Территория Не французский Сайт Не французский Не немецкий Вернулись Немцы Опять У него Напоминаю Что завтра Девятое Мая Между прочим Между прочим Да И Вы как-то Отмечаете Девятое Мая У себя Пасал Мне каждый год Спрашиваюсь Вы этот год Я тебе не буду Отвечать Я не помню Запись Прошлого года Ну Посмотришь Запись Я Конечно Не отвечают Не отвечают Не отмечают Почему У нас Восьмое Кстати Официально Это конец Войны Восьмого Мая Если кто Историю Знает Блин Разберется Ну Подожди А почему Вы не Не отмечаете День Победы Вы же Осуждаете Фашистскую Германию Официально Нет День освобождения Германии От Фашистов А так Это серьезно Такая формулировка На немецком Ну День освобождения Германии Да От фашистов То есть В Германии Были На тот момент Ладно Может быть Это Миша Ну это Вот ты сейчас Очень Российски Думаешь Это Осуждаю я Очень Такое мышление Потому что Все Одно и то же Ты в курсе То что Очень много Немцев Тоже в лагерях Убивали их Потому что Они были против Этого Да За миллионы Зайдет За миллионы Да Все Надо будет Изучить вопрос Мы смотрим На Сейчас Нашли Брехня Ладно За сотни Миллионов Говорит Вот интересно Кстати Что Почему так долго Нейтрон играет А Все уже Обновилось Нейтрон В полуфинале Вместе с Хавком Но в разных Частях сетки Хавк сейчас Будет играть Соответственно С Купером А внизу Джонни Кейдж Отстает Очень сильно Потом Нужно будет Победителю Сыграть с Роллом А потом С нейтроном Так Ты кого Смотришь Сейчас Никого Да Сейчас смотреть Некого Сейчас будут Черкать Хавк С Купером О Ну вот Посмотрим Давайте Откроем Стрим Хавка И поскольку Вот вы Хотел Видеть Соперники Есть Себе Если Был бы В финале Нейтрона Да А почему Это он Жельф Почему Не Купер Но хавк Мощнее Намного И Ну Скупером Я 2-1 Сыграл Не трон В основном Всегда Одну И ту же Стратегию Играет Может Я бы Получилось А что Нужно Делать Против Козла Ну Были Шаманы Ну Понятно Да То есть Не страта А исполнение Исполнение Да Да Такую тяжелую Тему Подняли Лучше Не шутить Вообще Да Пацаны Все Забейте В эту игру Можно Затем Нет 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 В игру Не стоит Заходить Может Там Только Стримеров Будет Пускать Лучше Не стоит Тем более Практика Показывает Что Люди Которые Заходят В игру Могут Еще Чатицу Внутри Игры Что Конечно Отвлекает От Процесса Просмотром Одно Дело Смотреть Чат Между Игроками Потому Что Он В контексте Идет Игры Там Могут Быть Подколки Какой Это Какой Это Инсайт Интересно Другое Дело Когда Просто Кто-то Чатит Состоронний В игре Состоронний На стрим У У Курсор Не двигается Турнир По Властелину Колец Прикинь Будет Да Красиво Я не знал Ничего не дошло Так Хорошо Давайте Еще разок К сеточке Первый Полуфинал Определен До второго Еще Долго Хавк Против Купера Ну такие Финалы Кстати были Павел Дуринов Поддержал Ваш канал Павел Дуринов Добрый вечер Всем привет И хорошего Вечера Ей Уже говорит Было много Турнир По кольцам Не первый Турнир Да Мне запомнился Кочевник По турнирам По Редалер Второму Конечно Потом я Удивился А тогда Король раков Ворвался Говорит Привет Чатик Молодец Ладно Друзья Давайте Сделаем Небольшую Я отойду На минуту Сбегаю Умоюсь И приду Пободрее Сокол Вас развлечет Очередневно История Пока Миши Нету Водород Просто Там Про экологию Почему Почему Водород Это Будущее Все Все Мы знаем То Что Например При Сжигании Бензина Или Как Я Не Просто Мне Некоторые слова По-русски Не знаю Но Это Где Содержится Блин Как Химический С Это Как Угликис Угликис Газ Это С А вот Этот С Как Это Называется Я забыл Карбон Не Углерод Углерод Везде Содержится Углерод Да Углерод При Ну То есть Он Содержится Влад Балдин Купил У меня Уже Билеты Ну Вот Углеводороды Они Из Нефти Производится Рефинерия Или Как Обработка Они Производят Там Бензин Дизель Всяк Лобут Химия Индустрия Там Пластик Ну Все Производится Ок И При Сжигании Углеводородов То есть Нефть Бензин Дизель Мазут Это Вообще Это Жесть Нереальная То есть Намного Хуже Чем Бензин Дизель Мазут Это То Что Корабли Большие Ездят На Мазут Это Все Загрязняет Окружающую Среду Нереально Во-первых При сгорании Во-вторых Есть Какая-то Авария Или Что-то Такое Это Все Вытекает Но Мы Все Знаем Аварии Когда Нефтедобывающие Скважины В морях В океанах Там Они Руинятся И Это Полностью Экологические Экологические Катастрофы Вот С помощью водорода Можно Это Все Ну Избежать Водород Это Нефть Будущего И Это Чистый Энергоноситель Вот Сокол Игрета Покусала Нет Я просто Уверен То Что Это Будет Будущее Вот Вопрос Мистикс Сокол Сокол Водород Уже Давно Как Прикладная Технология Существует Но Его Не Развивают Не Значит Это Что Это Тупик На Данный Момент Сейчас Тесла На Электричестве Мистикс Заходите В игру Гейменный Мхавк Меня Вот Это Очень Почему Это Так Я тоже Разбирался Например В Германии Произвели Уже Вещь Такую Они Просто Ставят Такой Контейнер Как Называют Контейнер Ну Контейнер Да Контейнер Называют Контейнером Да Вот Который Просто Ставится В поле В поле И Ты Изи Можешь Там Я не знаю Раз в неделю Раз в месяц Приезжать И Забирать Из него Синтетически Изготовленный Бензин Или Дизель Ты его Просто Ставишь Ничего Именно Не надо Все Изи Он Стоит И ты Просто Его Фармишь Все Спрашивают Как это Работает Это Магия Нет Это Не магия Технология Уже Существует И Просто На эту Тему Эту Технологию При Развитии Выкупила Компания Угадайте Какая Нефтедобывающая И Все И Этот Сказал Да Вы будете у нас Развиваться И Выделяет Им Пару Сотен Тысяч Евро И Все Развивайтесь Вот Как Вырабатывается Вечный Двигатель А теперь Я вам Объясню Как это Работает Этот Вечный Двигатель Пацаны Все Турин Турин На эту Тему Я хочу Сказать Что Водородные Машины Взрываются Я могу Сказать Они Не Взрываются Я Лучше Сидел При Аварии Водородной Машине Чем В бензиновой Машине Которая Загорится Понеслась Ну В общем Все Кто Хочет Получить Ответы На Самые Разные Вопросы Касаемо Водорода Фармящегося Дизеля В поле Приходите На стрим К Соколу И Я вам Все Объясню Да Все Объяснит А мы Идем Смотреть Хавка Против Купера Счет Как вы Видите 0 0 И Первая Карта Теренас Вот Ты играл Против Хавка Наверняка Да Да Что Можно Сказать Как он Будет Играть Против Купера И Что С ним Делать Вообще С Хавком А не С Купером Ну Хавк Будет Так же Играть Когда Это Дестмод Играл Только Намного Лучше Так И Так же Поострате Но Лучше Сейчас Мерорно Но Намного Лучше По Исполнение Сразу Вопрос На Засыпку Кто Выиграл Выиграет Пион Хумновский Или Орковский Все Не сразу Не знаешь Конечно Орковский Конечно Орковский И урона Больше На единичек Да Но Атака По-моему У Хумновского Быстрее Да Миша Вот идея Кстати Можно же Попросить Синевиков Собрать Денежку На эти Денежки Прилет Еще Синевиков Слышал Такой Бизнес Неплохие Деньги Приносит Ну Скидывайте Синевики Денежки Миша Не На майкер Собакагутгейм.ру И он будет Привлекать Сейчас придут Имейлы мне Денежные Зря Форсир вмешался В эту дуэль Красиво стояли Сражались Молодцы Он пришел Тут О Кстати Мана Стилинг Довольно-таки Хороший Девайс Против МК Но Правда У МК Есть Мана Агрейтер Мана Так что Да Продавать МК Очень Зависит Конечно От Артефактов И Тот Факт Что Он Так Это может быть ГГ просто В определенный момент Да Хавк Фаворит Правильно Вот смотри Ну в этот раз Купер Не Харасит Он тоже Нычку будет ставить Да Пион идет уже Ой Амулет Мана Еще Хавку Выпадает Вот Любопытно Что люди Не жалуются На хороший дроп То есть Если тебе Выпадает То это Все нормально Как бы Базово Ожидаемо Да Вот А если плохой То тут уже Все Ты уж Расскажешь Куда этот шар Нужно засунуть Ну это баланс Агент Называется То есть Статистика Математика Статистика Выпал Этот Ну Амулет Маны Значит Когда-то Выпадет Шар Статистика Это как Крит Каждый Седьмой Удар Конечно Каждый Второй У вас Криты С пятого уровня Нет Это потому что Просто Типа Думайте Смотри Сейчас Минус Орг Будет Минус Орг Что Как Ты куда Ты бежишь Не видишь Ничего О ТП Ну 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 Минус Минус И сейчас Минус ФС будет А куда он Денется То Лечение А он с хайд Может Хайд Хайд Только раньше Времени Фу Хорошо Не успел Прокликать На самом деле Минус Грант Это понятно Не побежал Просто если бы Хаб протыкал ФС Он бы увидел Что там И понял Что скорее всего ФС Не мог убежать База своей Правда Что с этим делать Все равно Просветка нужна Бэкпэк делать И Закупать Толк хард Да Это независимое событие Но То есть У тебя В каждой игре Определенный Процент Выпада Ну Впадания Какого-то девайса Те не может Ну С маленькой Вероятность Выпадет Сто тысяч подряд Один и тот же девайс Может Может Есть вероятность Но вероятность Что выпадет Что-то другое Намного выше Кто-то скажет Что такая же вероятность Нет Кто-то скажет А Ну понятно Ой-ой-ой Надо валить Куперу Вали Что делать Купер Я не понимаю Толк хард Ну ты не прав Больше в игру Меньше в чате Сокол Ты слишком сильно Отвлекаешься Да Я понял Извини Замак был Смотри какой Бах Без гг Просто Ну у Купера Мысли из серии А что такие Халявные предметы Бла-бла-бла Вот Но на самом деле Амулет-то вообще Не зарешал То есть он Ну хотя нет Он зарешал Пришлось бы банку Чуть раньше пить Вот А так Купер Поймал молоток Из темноты И И все И дальше был Минус тп Минус два юнита И Минус экспанд Минус все Криппин Крафляный Был Говорит агент Посмотрим Вообще Изява Какой-то Для Хавка Он опять Наверное 50% Что он был Дисконект Да нет Нет Конечно Дисконект У него Он знает Об экспандии Ему отменили Экспанд У него нет ТП У него нет Главного героя Это Естественно Естественно Король раков Кстати синий Чатики у нас А у Хавка С кубком Вот так вот Заходим Хавк 2 Хавк 2 Just Walker Спасибо за подписку Хавк 2 Показывает Да Ну хорошо На ТС На ТС Что против Такого Хумана Делать То есть Он сейчас будет Играть Да Хараси Скорее всего Нет Я про ТС Я про прошлое Я про прошлые Ну там лучше Что Я бы играл По-другому То есть Купер Я знаю Очень хорошо Играет Барсиков Против Хумана Я играл Блейтом Раш Особенно Против НК Очень хорошо Заходит То есть Через Магаз Спиды То есть Сразу К нему Да Ну Я бы сделал Именно против Хавка Потому что Ну он Всегда играет МК И Криппинг Я понял А против Мистера Виннера У тебя М Потому что Там Экспанда Нет Гарантирован Потому что Это Мистер Виннер И надо Девайс Собирать И он Играет Рифлы И у него Пауэр Криппинг То есть Он никогда Тя не Рашит А если Ты мешаешь Со времен Пауэр Криппингу То Ты Ну Из Ему Мешаешь То есть У него Макет Ломается То есть Он не знает Что ему делать Шаблон Ну или макет Схема Да Шаблон Да Схема Да Просто Вот на эту Катку Посмотришь Со стороны Абстрагируясь От мэтчапа От практики И кажется Что Ну ничего Не сделать На ТСе Против Криппинга Такого Особенно Если тебя прятают С артефактами Ну противника Нет Ну там У него Очень хорошо Было Мана И Этот Как его Мана 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 А тут Блэйд Смотри-ка Ты говорил Форсира Любит Я думал Но он Я сказал Что он очень Хорошо Играет Форсир Форсир Это Темецкий Форсир Да А как Переводится Шарф Шарф Сэйр Шарф Сэйр Зэйр Зэйр Хм Чтоб Лис не играл Играл Он против Джонни Кейджа В первом раунде Проиграл Макет Казался Сильней Миш Давай я быстренько Пацанам Объясню Как это Работает С контейнером Который Вырабатывает Нет 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 Это Как раз Интрига Это К тебе Никто Не придет На стрим Все профессионалы Такие Никто Не придет Потом Это Не так И есть Но мы не будем Эту тему Развивать Смотри Потому что Бэй Боро Классный Который Мы пропустили Уже Из-за Сто Что Читаешь Не надо Говорит Нет Да 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 Тихо Стал Плиз Плиз Ну что Тихо Стал Понял Это Опять Батланет Овская Проблема Такая Или Я думаю Что они Пофиксили После последнего Патч Никто Книжки Никто Не берет Блэйд Приходит В мимо Книги Пробегает Ой Хорошо Купер Отконтроливает Зашел Футмена Убил Точнее Футмена Покосил Преста Убил Сейчас Футмена Убьет Проигрывает Потому что Нужно лучше Харасить Потому что Архимаг Уже Ну Второй уровень Плейт Первый Ну вот так Раз О Ладно Ловкость Пожалуйста Коробку в поле Да конечно Иногда Такое Ладно Давайте Не будем Не Могу Сказать Что Это Работает Согласен Я Уверен Контейнер Контейнер Да Хорошо Хорошо Так Хав Хав Царите Купит Таст И все Да Я тоже Не надо Надо Все-таки Забанить Товарищ Он Не понимает С первого Раза Армию Игрока Атакуют Ой Это Стрим Это Игра Можно Быстро Перето Не Успокаивался Никак Будет Добей Элементален Купер Как-то Не Это Самое Не Не идеально В общем Микрит Он Не любит Убивать Элементалей Я В каждой Игре Он Ненавидит Элементалей Я Не знаю Почему Или Он Наоборот Любит Потому Что Не Убивает Может Быть Да Просветка Хорошая Начинает Работать Поэму Минус Фуд А вот Сейчас Двумя Нет Слишком Рискованно Видимо Заходить туда Блэйдом А вот Собрать артефакты Можно Отлично Там Архмаг Почти Третий И Это Может быть Проблемой Отлично Говорит Зачем Варик Давай Лексу Повдорода Ой Кстати Друзья Пока Не забыл Если вы Недавно Присоединились Сегодня У нас Еще Был Стрим По Элен Сворму Еще Самое Главное Было МКЛ С отчетом О проделанной Работе За месяц Я О нем Вспомнил Потому Что Увидел Смайлики Новенькие Как Когда Поспамили 20 смайлов Новых Анимированных Сделали Добил Элементали Почти Второй Левел Получил Блэйд Короче Есть Новость На Главное Записи На Ютубе Тоже Будет Смотрите Там Много Интересных Новостей Просветки Достал Очень Топово Да Он Контролит Прекрасно Все Купер Первый Блэйд Третий Архимаг Блэйд 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 Элементали Добивает Ну и все Сейчас Хавк По-тихому Добьет Что-то Ему Осталось 7 Исп А у Купера Все Плохо Ему Надо будет Ходить Лечиться Маны Нету На Винд Волк Хавк Может Сейчас На Исях Получить Уровень Да Прибегает СХ Спиды Надо было Включать Блин Он же мог На Телепорт Развести Или Убить Винд Волк Спиды Но это Поздно Не хватит Не хватит На Был Раньше Крит Крит А вот Так Вот Вы молитесь Значит Богам Своим Зеленым Да Меня Спалили ИМК Идет Так Был ИМК Был Тоже Странный Момент Потому что Ситуация По сути Не изменилась Что На тот Момент Когда Пришел СХ И на тот Момент Когда Они Ворвались На Мага То есть Обычно Если Ты Он Не успел Принять Решение Ничего Не поменялось По сути Он Так Только Архмаг Восстановился Архимаг Сейчас Очень Было бы Чуть Мана У Купера Он бы Не отбежал А просто Виндвок У Архимага Стоп ХП Хекс Скил Да и там За лесом Могло Всякое Происходить Ну Хавк Скорее Все Таки Моменты Чувствуют То есть Это Жен Когда Противник Отступил Когда Он Может Быть Рядом У Людей Которые Играют Долгое Время Против Блэйда Это Чувство Особенно Развита Или Верны При помощи Которых Купер Так Лихо Разок Десно Ты катнул Дут Рифлы Не зевай Соберись Ну Соколик Ну Да Не Ну Здесь ГГ Он Фокусит Рифлов А Диспелла Нет У него Да Еще И Шейд Ну Накинь Этот Да Вот Да Линг Пошел От Контроля Помогает Неплохо Кстати Да Схе Нужен Уровень Есть Лечение Шикарное Лечение Кстати Два Элементария Это Проблема Почему Он не Диспелит Элемов Нету Диспела Нету Диспела А Грейдсом Не сделан Я думал Что У него Маны Не хватало Просто Не Ну Купер Сейчас Нормально Очень Хорошо Сразился У него 600 Голды Ну Надо Сейчас В Рейдеров Переходить Рейдер Он Вообще Без Грантов Играет Это Его Заготовочка Ну Надо Сейчас Добивать Ну Пытаться Добить Потому Что Как Топ Крит Масса Рифлов Будет Виверные Разлетаются Как Ватные Да Тем более Мы Помним Что АМ Без Телепорта И Это Значит Что Любая Атака Может Закончиться Плачевным Сам Очевидный Крипджек На Экспанде Ну Хавк Очень Аккуратно К нему Подходит Надо Подождать Все По-моему Купер Увидел Хавк Что Не Увидел Оба Должны Были Ну Как Он Не Увидел Если У него Виверный Он Должен Был Там Живи Отличный У него Ой Крипджек Это Был Очень Важный Вот Это Был Может Нет Они Увидели Тогда Друга Получается Он Пришел Увидел Видимо Только Нейтрала В кусок Что Там Нет Криппинга И Пошел Самому Эту Точку Сложно Крипить Потому Что К тебе Может Подойти Противника А Вот Да И Там Большая Мана Опять Хавку Выпала Так Что Судьба Благоволит Купер Отходит Но Чем Дольше Завязан Продлевает Длится Игра Тем Хуже Все Для Купера МК Третий Он Болт Скорее Всего Сделал Я Не знаю У меня Нет Болт И Баш Привет Репак 59 Здравствуй Добро Пожаловать На Стрим Сегодня Пятница Это Значит Что Турнир Играем Дома Каждую Неделю Вот Уже Второй Месяц Идет Впереди Еще Парочка Подумных Турниров Болкера Теряет Ой Он Все Еще Транковал Нет Так И Хавк Уже Идет Пушить Все У него Бетон Есть Тут Самое Главное Минус Лавка И Стоять А Купер Не хочет Сражаться Он Размены Пойдет Все ТП Сразу ТП Болт Слушай А с Верными Это Можно Попробовать Пай Чуть Чуть Разводить Тем Болле Тут Не Прикрытый Видишь Рабочий И Заодно Набер Стать Упущенное Подкрепить Там Сыху Опять же По-моему Хавк Это Просек Ой А Купер Опять Не Среагировал Вовремя На подходящего Врага Хекс Проиграл 1-2 Купер Мог Здесь Быть В Полуфинале Улыбаться Если Поиграл Досно Ой Смотри Въезжают Виверной Очень Больно Элементально Ай Не Контролил Не Нужно Быстро Блэч Да Мой Мой Пежон ТП Нету Да Ухав Бежит Пешочком Ну это Бесячье Так Кстати Конечно Виверной Очень быстро Ополченцев Убивает В отличии От Рабочих А как бы Если Не будешь Делать Рабочих То Что С Блэк Дом Делать Даст Нету Ставится Башня А Просветку Будут Прокачать На Башню Кстати Хавку Деньги Есть Да Не Такой Дорогой Грейт Диспл Престам Делает А Диспл Зачем А Он Промахнулся Я думаю Что ради Хекса Делать Диспл Хотя Там Не Только Там Наверное Спирит Линг Обязательно Нужно Диспл Верно Быстрее Убивают Рабочих Из-за Типа Армора Или Это Сарказм Из-за Типа Армора Конечно Там Средний Который Штрафуется В два Раза А Нормальный Принимает Сто Процентов Урона Если Я правильно Помню Да Все Блэк не Есть Там Элементали Атаку Изи Сейчас Опасный Момент Для Купера Потому что Результата Он здесь Не добьется На Базе Да А Схватить Контратаку Может Хотя Хавк Опять Возвращается Смотри Ко Минус Две Вышки Да Потому что Не доконтроливать Демо Надо было Мочить Господи Это же Такой Минус Сразу Нет Купер Может Вернуться В игру Но Прямое Столкновение Или как Назвать Он Проигрывает Да Он Т3 Таурены О Видел Таурены Может Вернуться Он Просто Пока Что Немножко Развлекает Хавка Сам Накопил Тысячу Голды Изи А как Он Видел Что Хавка Идет У Него Там Варды Есть Комикс Один Стоял На Мейне Второй Стоял На Магазине Кажется А Все Еще Стоит На Магазине Сокол Предлагаю На Стоим Стриме Поводорода Организовать Конкурсы И И Игры С Чатом Чтобы Увеличивать Аудиторию А Хейтеров Банить По Принципу Кофен Мем Ну Да Понесем Круг Зон Привет Кстати Тоже Древний Том И Демон Там Не Только Был Глазик На Армии Он Посередине Карты Стоял Слева Только Что Закончился Сражаться Ни В коем Случа Куперу Нельзя Инвизный Фуд Увидел Тауренов Ну Дай Хавк Теперь Идет В атаку Ой Архмак Всего Надо Отходить Надо Отходить Не знаю Зачем Сражается Мож Сейчас Все Хавк Мало Минус Два Рефлай Он Под Спидами Спокойно Теряет Верно Нормально Ой Он ее Спасет Еще Нет Нет На Последних Это На Стоуренами Сорочек Надо Достраивать Получается Он Рефл Стоуренами Будет Тяжело Если Крит Масса Два Таурена Будет То Все Крит Масса Два Таурена Ну Там Во-первых У него Клэпа Нет Это Первый Минус Второй Минус Что Да Таурены Как бы Это Хайтек И Волкеры Мастера Не Сорочки Не помогут Там Три Волкера Точно Но Через Хирокил Асхи Можно Изи Стащить Ну а Представляешь Как ты будешь Убиваться Просто В Исху Пока Таурен Из Поливерета Там Жрифлы Пойдут Вперед Если Ты будешь Хирокилить Не Им Квой Хирокилить У Исхитов Почти Ничего Нет Ну По Девайсом Живучести Скажем Так Минус Вверн Посмотрим 57 лимит Нужны Спиды Да Таурены Без Диспл Идет Один Минус Еще Одну Вверну И Таурен Бьет ТЦ Э М У Шел Поливерайс Минус Райфл Блин Вверн Назад Назад Вверн Они Здесь Вообще Не Нужны Да Минус Жестко Диспел Ну Диспель Не Купер Манэ мало Тристория Подходит Пока Не Решил Идти В бой Нити Давайте Поливерайс Родные Нет Купер Проигрывает Бах Смирик Поливерайс Бах Не Не факт Что Проиграет Но Спиды Я бы Включил Манэ Закончил Семь Ну Да Он Растерял Всех Волкеров Ну И Конечно По Контролю Вот Спиды Увади Волкера Его Ж Убьют Таурены Слишком много Бегают Под Слов Вот Что Зачем Мк Сзади Без Ничего Крис Сманы Минус Сх Не Мк Без Всяких Девайсов На Выживание Инвол Передай На Блейде Инвол Блин Да Что ж Он Делает Ну Слоу Сейчас Контрит Очень Хорошо Да Да Тут Ренч Слоу Инвест Еще Убей МК У тебя Есть Волк Рейдер И Таурены Они Дамажат Хорошо Да У тебя Позже Капец Слоу Инвест Там Инвест Еще Точно Есть Носок Он Кидайте И тут Проблема Была Во-первых В том Что Виверный Как Нет Кирилла Ну Это Уже В конце Была Проблема О Задочил Хорошо От Болта А Там Резурект У нас Есть Нет 250 Ренчика Может Восстановить Там Два Трупа Лежит Еще Эти Волкеры Лежат Там Таурены Лежат Вот У него Еще Один Выходит Духостраник И у него 200 Мана На выходе Нет 200 Да Вот Здесь Стоит Духостраник Поднимай Духостраником Вот И Следующий Духостраник Сейчас На 250 Налево Потому Что Трупик Свежий Он Должен Успеть Поднять Вон Таурен Ой Ой Блэйда Можно потерять Блэйда Можно потерять Нет Он вообще не смотрит Ну ёппер С этой уже В который раз он заходит В бой Ну все Надо убегать Да Диспл не поможет Слоу 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 Да Минус Минус много всего Духостраник Битый Убеги Ой Нижний Сейчас Пятая НК И поставить Точку В этой игре Вообще Четко Да А есть Тенери При котором Ты болеешь За Хавка В какой-нибудь Игре Ну Редко Такое Происходит Потому что Хавк Фаворит Играет За самую Сильную Расу Она тебе Знакома Это Альянс Лучшие Юниты Из Людей Эльфов И гномов Непобедимый Чемпионы ВЦГ Самые Дисбалансные Пятая Здравствуйте Духостранники Умирают Вот Снизу Духостранник С Тауреном Куф Ну Тауренница Ну Строй Минус Духостранник Нет СХ Вышел СХ Можно Потерять Это Минус Все Третий Молоток Это Всех Остановит Да Не хватает Диспела Хорошо С урочками Законтрил Все Это ГГшечка Ну Следующий Это Блейд Кто Убарет Сейчас будет Да Молоточек На Ману Купер Без ГГ Выходит Хавк Выходит В финал Купер К сожалению Учитывая То что Это Сингл Ламинейшн Покидает Турнир А кто Будет Сражаться С ним Мы Узнаем Еще Не Скоро Потому Что Потому Что Еще Нет Обновления В матче Джонни Кейдж Против Элли Юв Короче Опен Йор Ага Вот Потом Ролл Потом Нейтрон Что у них Там Происходит Там Переигровки Что ли Или как Или Игры по 40 минут Ну Или Кто То Очень Долго Играл И Получилось Получилось Так Ну Тогда Мишань Я Ухожу Пойду Там Меня Пацаны Ждут Во-первых Во-вторых А где Они Церна Нет Абита Привет Сосновайся Незаметно Очень Заметно Скажи Что Ролл Джонни Играют Отлично Там Не обновили Просто Сетку Один На Один Счет Хорошо Давай Соколик Спасибо Тебе За Все Давай Пока Пока Встретимся В PUBG Нет Пока Пока Плиз Плиз А ты Стримишь Сейчас Или Нет Что я Спрашиваю Можно Посмотреть Плиз Кажется Он не Стримит В принципе Не Стримит Жалко Так Друзья Всем еще раз Добрый Добрый Вечер Сегодня Насыщенный День В плане Трансляции Начали С Коопа Валенс Ворум На максималке С Боннивуром С Тейс Бсп Потом Продолжили Полуторачасовой Трансляции Меняемся К лучшему От нее Сейчас Осталась Только Новость На главной Странице С теми Изменениями Которые Произошли На сайте За Месяц И Отличный Финал Это Турнир Серии Играем Дома По Третьему Варкрафту Хотел бы Я сказать Что Фрозентрон Но нет Это Рефоржд С Призовым Фондом В 20 Тысяч И Скорее Всего Следующий Матч Который Мы С вами Посмотрим Будет Эльфиски Ушастый Нитрон Против Ой Я почему-то Сразу Списал Джонни Кейджа Ну Короче Нитрон Либо против Джонни Кейджа Либо против Рола Там Решающую Игру Плиз Так Выиграл Ах Баги Или нет Но Джонни Выиграл Уже Они Играют У них 1-1 Да Комикзон Мы в курсе Этой Темы Надо только Узнать Какая реклама И все Шадай Проиграл Нитрону Как так Надо у него Спросить Мы этих матчей Не видели К сожалению Потому что Параллельно Смотрели Матчи Верхней сетке Шадай Проиграл И проиграл Чебухтей Ну Видишь Расстроились Они Шадай Что ты Проиграл Но Учитывая То Что Тут нет Такой Серьезной Задержки Думаю Мы Посмотрим Полуфинал И финал Хотя Нет Это уже Все равно Будет Ближе К 12 Я думал Fast and Light Еще поиграть Но нет Не сегодня Заходи Сейчас стрим включу Ой Спасибо большое Плиз Я здесь У Плиза Заставка такая Моя любимая Заставка Из Варкрафта Долгое время Воды Когда записывал Менял Во И он Спасибо большое Плиз Еще раз Все Я Звук выключил Ты по возможности Тоже выключи Этот Мою речь Чтобы я смог Звуки из игры Ну короче Звук на стриме Твой включить Блин Только ты лагаешь Почему-то А ты Альт обнулся Спасибо большое Что мы тут наблюдаем Третью варден Против Т3 Шахта На шахту Не знаю Что там По таймингу Постановки Экспанда Но Ой А еще раз Благодарю Плиза За то Что включил Хотя он не слышит Но мы благодарны Потому что Ну Нет кастеров В этой катке Поэтому А там 4-3-1 Кажется Да По уровню героев Т3 Ну сразу Профессионала Видно Знаете почему Потому С какой скоростью Он кликает Прокликивает Показывает Грейды Плиз Контролер Практикуется Да Только сейчас Четвертый архмаг Появился Варя врывается Ножи Нацелены на паладина Почему-то Дриады не делают Диспал Не знаю Неужели Оболиши Нет до сих пор Палыч пытается Сейчас вытащить Я думаю Ножами сейчас Можно убить Нет У него Инвул И Ролл Из-за этого Потерял кучу Времени И жизни Подставляются Арчи Подмортир Тинкер тоже Подставляется Очень странное Сражение От От Ролла И Став Конечно на одного На минус Одна Арчи А минус Нет Тинкер Хоть и стелепортировался Но умер на самом деле То есть он Прилетел уже Мертвым К себе на мейн И в результате Так себе получился Крипджек Там по лимиту Разница такая дикая В 30 лимита почти Не знаю Что по боевому Но Армия у Плиза Была совсем Несерьезная Алхимик Мега жирный У него там Плюс 13 силы Соответственно 1200 хп Так Ну и пошли Кони 2-1 Что-то же Весьма серьезно Там скорее всего 1-1 Или 1-0 Учитывая то что Нычка точно позже Химера Рут Как Единственный По сути Нормальный контракт В текущей ситуации К коням Но проблема В скорости То есть у него Времени Уже нет Блин Третий грейд На атаку С таким лимитом Очень активные грейды При том что Лимита то нет Как отбиваться Здесь непонятно Да ГГ пишет Плиз Он тоже понимает Что это Ну что Минус 20-25 лимита Иннерфаер Виспов не вывели Варька врывается Варька соло Если б шестая была Конечно Но она Настолько далеко От шестой Став и пошли Пытается Мортир отрезать Влетают еще Ракеты Но Варька Сейчас должна уже Делать телепорт Потому что Маны у нее нет Нет Маны на блин Хватает Да и делать ТП Минус дриада Минус дриада Выходят Медведи Вот я не знаю Там Да У У Джонни еще денег Вагон Там полтора Полтора К было на руках То есть он Сильно впереди Тут 53 лимита Битые медведи И Ну видимо Плохо харасил Плохо харасил Я там Плиза Ролла Морола Плиза Назвал Видимо Пару Раз В свойственной Манере ТП Сделал На мейн Да Это тоже Такой Привет Лич Кстати Нет По стратегии Все стандартно Просто мы не видели Что там было Видимо там Да Видимо там По исполнению Что-то было не то Отчаянно Пытается Отковыряться Виспы тайминговые Как раз В тот момент Когда Уже ничего Не решает И Непонятно Во что он идет Да Он строит Построил Медведей И МГ И химерок А для этого Для всего Нужны Нужны Ты же не можешь Просто взять И построить За 330 химеру Правильно Ты должен Сделать здание Ты не можешь Так просто Взять И построить Маутин джайант Тебе для этого Нужно По хорошему Еще пару Грейдов На них сделать Которые Долго Идут Преимущество Какой-то Конкретной Стратегии Какого-то Масса В том Что Он с Экономической Точки Зрения Выгоден Ты делаешь Грейды Четко Под какой-то Тип Тип Да Ролл К сожалению Проигрывает И Ну посмотрим Сейчас на Нейтрона Тогда Получается Фокус Не говорит Дай совет Как новичков Тейл Я тоже Новичок В тыл Как играть на корабле Энжи Второй корабль Который уровень Сложное расширенное Вооружение У меня просто горит А я не помню Что это за корабль Если честно Это которые Мы сейчас пытаемся Пройти А квартира Да я не сам Не знаю Как Я только разок До босса Дошел И Все Ну первые Две Три системы Там сравнительно Простые Но Потом Хопа Ты можешь И Слиться На стечение Обстоятельств Или По незнанию По недоконтролю Гом Может с хапком Покаментить Кстати можно Допросили уже Не первый раз Но он как раз Нас слушает Допросили уже Не первый раз Просто меня Рестримит Нет Да Нет Да Так меня в игры Не пускает Так хавок А можно Хавка временно Сделать Комментатором На полуфинал Ну там просто Регламент такой Что Транслировать Можно Я думаю Можно Сейчас Сейчас решим Хавок Ты здесь Пингони Пожалуйста Сейчас пока Идет черкание Карт Все плохо Говорит Можно Все плохо Такой Ну бас Может Может она пошла Не ну Он же будет находиться На этом стриме Правильно Поэтому На момент Пока находится На этом стриме Коррупция Почему коррупция Я не Я не уверен Что будет положительное решение Тем более Тем более Судя по всему Хавок Даже И не слушает Меня Сейчас А чем это Он занят Интересно Если не слушает Сейчас узнаем Тут Все решили Гоу Гоу Можно Так Теперь осталось Найти Хавка А он здесь Вижу Сейчас Позвони ему Позвони мне Позвони Ну ок Такой Ну ок Ничего себе Одну минуту Оооо Ребята Сейчас Подключится Профессиональный Игрок И не менее Профессиональный Комментатор Ребята, давайте сейчас мы поскромнее, с уважением, с уважением. Финалист ее по РСТ. Мы тут плебеи сидим, синевики, ну басы. Что-то комментим. Минуточку он написал, минуточку. Ну ок. Все. Думаете, вот просто так папашкой становится? Это же стиль жизни. Ты либо чемпион, либо... Уважение. Требуем уважения. Подождем, подождем. На самом деле посмотреть будет интересно, во-первых, потому что... Павел Дуринов поддержал ваш канал, нас на рубли и сообщает. Да, есть джиж. Да, есть джиж. Соточка прилетела. Там будут как раз альянсы эльф, понимаете? То есть Хавку в принципе будет интересно посмотреть, учитывая то, что товарищ, который может выиграть, будет его противником той же самой расы будет играть. Вот. Зазнался, говорит. Не зазнался, а адекватно оценивает свой уровень. Зазнался. Если бы он сейчас в финале... Ой, не туда тыкнул. Вот, да. Алло. Здравствуйте. 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 Как у вас? Вы великолепно сегодня выступаете. Загляденье просто. Как наше настроение? Долго жду. Ну ты уже в... Извините, вы уже в который раз долго ждете. Надо просто сдерживать себя хоть как-то, меру знать. Не надо так быстро людей убивать. Я обычно стараюсь... Я так с Лондон подержал ваш канал на 200 ролей и сообщил... Но они, короче, никто не затягивает. Они приходят и сдаются. Ну это да, это проблема. Хотел на ТМ собрать 20 тысяч. Не собирает. Понятно. Понятно. Что вы можете сказать по поводу игры с Купером? Вот которые... Были ли близкие моменты какие-то? По Туриенам может момент, когда они ожидаемы были или нет? Ну там ожидаемы было, потому что он в Т3 пошел и разводил вивернами. Но я зря не поставил сразу лесопилку, потому что понял, что он виверн пойдет. Надо было пару вышек поставить, чтобы не тратить время. Так опасно было, если бы он успел воскрешение Туриенам сделать, у него, по-моему, не было. Ну, нет, было со старта, причем на момент сражения. Причем он ни одного Туриена не воскресил. У него маны не было, насколько я понимаю. Он только потом пришел. В общем, там такая ситуация из-за того, что там виверны пришло с баш брать. Да, да, это проблема как раз. Мне показалось, или вот в том сражении, когда первое сражение с Туриенами, он чуть-чуть недоконтролил, мягко говоря. Вот со Слоу, с вивернами, которые лезли вперед. То есть там Туриены сыграли хуже, чем могли бы сыграть в такой связке. Я думаю, там тайминг удачный был, потому что там один Туриен всего был. Там было два, а третий подходил. Ну, да, 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 мало, короче говоря. Там неудобное сражение для него было. Плюс у меня была банка маны. А, кстати, по поводу рандома. Почему вы не жалуетесь на то, что вам хорошие артефакты выпадают? То есть это, на наш взгляд... Прямо в стриме включить звук у меня там... А, беда. То есть товарищи-эксперты в чате негодуют, негодуют просто, что... Нет, ну, кто меня смотрит, знает, что если мне какой-то топовый дроп падает, например, как банк маны плюс амулет, я говорю, ну, блин, очень сильно повезло. А-а-а, серьезно? Да. Ну, естественно, блин, это как бы... С на первой карте, ну, то есть... Ну, на Таисе без разницы, какой игрок был бы, я бы все равно выиграл, потому что он непонятно что там делал. Согласен. Закрепился там, и у него... Ну, я там разведку сделал, я через два моста побежал, вижу, он нигде не бежит. Там, когда форсируем, играет две точки для крипинга, если он третий получает, либо со мной рядом с помощью ЛС он крепит эту точку с этими... Справа от шахты. Ага, да, да. Ну, в первую точку после лагеря на юме. Да, там банку еще одну забрать, как с Вардом крепит, с бараком. Вот, либо эту крепит с ЛСом, либо шахту. Ну, так там Fly все играют, фокус. Вот, и либо кто-то в центр бежит. Я посмотрел, его нигде нет, значит, он шахту крепит. Я туда сразу побежал, и... Вообще там должен форсирур был фл хп быть, я не знаю, как он так закрепился. Ну, и я еще не сразу увидел, как бы выпали, ну, в такой ситуации. А так, непонятно дело, что очень сильно повезло, но такое редко бывает. Такое ощущение, что ты немного расстроен, такая какая-то рутина, нет предвкушения финальной игры, нет радости. Ну, на этом турнире видишь, хэппи не играет, только русские игроки, и тут, по сути, сражаешься с одними и тем же. В основном, самый главный оппонент Джонни Кейдж. Он, что Мирор хорошо играет. Да, это безусловно. И, как бы, ну, не дотягивает частенько. Ну, сейчас, может, не трон там Джонни заточь, не знаю, как он там играет сейчас. На тебе удобнее было, конечно, с нейтроном катнуть, да? Варить себя не пугается, если по удовольствию, да, с нейтроном удобнее, потому что у меня выиграть не может уже давно. А что Варден? Она не помогает? Ну, он, видим, плохо ее исполняет. Там надо, ну, с Варден тоже, ты не взял Варден и выиграл? Надо тоже знать, как ее правильно применять. Так, и они не хотят начинать там что-то Джонни тупит. Видимо, опять у него какой-то там строй. Ну, обычно, Ладар. А ты, Ладар сейчас топ вообще что-нибудь решает? Ну, ты играешь, Ладар, а Ладар официальный-то? Нет, видимо, под Ладар, речь о под Ладаре. Ну, под Ладар, я его играю, но у меня очень мало игр, и я даже не могу там в топ выйти, потому что... Ну, я в основном азиатский Ладар играю. Хорошо. Просто банальный, лучше тренироваться с корейцами и китайцами, чем с европейцами. А когда там, кстати, следующие ивенты международные? Джон игра называется, Джохан 1. Где ты собираешься в следующий раз принимать участие? В этом году, видимо, не будет вообще ничего. Если только в Китае. Даже онлайн? Ну, онлайн-мах турниров в Европе вроде не будет. Потому что DreamHack сейчас написали, что этот DreamHack, который должен в Швеции быть, точно его не будет. DreamHack, который в Австралии точно не будет. И под вопросом последний, который должен в Нидерланды. То есть, ну, из-за пандемии там все отменили. Ну, они сказали, что проведут в онлайне какой-то турнир. То есть, ну, тот же DreamHack, только в онлайне. Но это... Я не знаю, как они будут проводить, потому что там же корейцы играют. Да и китайцы тоже, наверняка. А, а проблема именно с корейцами? Ну, либо они на Battle.net зайдут, и они не смогут с нами играть, либо нам играть на Китае с ними, но это бред. То есть, мы будем европейский турнир играть на китайском пинге, что это такое. Ну, то есть, я не знаю, что они там будут решать, либо для европейцев только сделают. Окей. Ну, посмотрим вместе с тобой этот полуфинальный матч, получается. Ну, просили действительно товарища пока метить вместе. Да у меня все равно я сижу, я тут ладор поигрывал, а сейчас я хотел вообще поужинать, но я думаю, ну окей, посмотри. Я тебя все равно рестримлю, потому что в игру не пускают же. Да, видел, видел. Суровый админ. Ну, видишь, решили. Теперь можно из игры посмотреть, по крайней мере, полуфинал. У них регламент. Замашнили. Есть связи какие-то базовые. Обузим, как можем. Ну что, я предлагаю тебе больше говорить, потому что меня уже наслушались, и тем более ты эксперт в вопросе. Тем более мэчап хороший. Сейчас только что-то поменяю. Что по карте? Давай, стандартные вещи. На самом деле, я тебе скажу, что здесь турниры, ну вот, организаторы, они, к сожалению, не посмотрели на турнирный мопул, они просто взяли ладерный мопул, которые есть в ладере. То есть вот с карты Долоран, с Тартл Роком, которые, естественно, никто не играет. И из-за этого приходится играть, ну, Хуманам приходится их черкать, эти карты. Вот, Долоран там какой-то. А что, есть люди, которые... А почему именно Хуманам черкать? Неужели никто не черкнет? Ну, я не знаю, мне кажется, для Хумана очень важна какая-то карта, где можно экспан хорошо поставить. Поэтому всякие Долораны, которые там неизвестны, я не помню, ее меняли. Когда лет пять назад она вышла, там она была очень неудобная. Ну, ее, кажется, никогда не играли. Ну, и поэтому приходится некоторые карты черкать и в итоге играть на плохих картах стандартных. Ну, и из-за этого иногда Хуманы на каких-то нестандартных картах играют для мопула текущего. Ну, просто админам надо было посоветоваться с кем-то, чтобы мопул нормальный сделать. А так, получается, девять карт или сколько? Да, девять. То есть, Тартл-Рок и Долоран лишние. Могли бы их просто убрать. Ну, вон, Нейтрон Варден играет. Ну, на этой карте, я не знаю, все начали Варден играть постоянно. То есть, раньше здесь либо Козел был, либо Демон Хантер. И теперь почему-то Варден играет. Хотя, ну, здесь третий уровень не получить быстро. Вот, и единственное, что ты делаешь, это приходишь и Архимага его на ножи кидаешь, чтобы он экспант не поставил. Ну, не знаю, я на пофиг бегу, ставлю экспант. В принципе. Слушай, а с Фогичем, ну, вспомним эти игры на Чизе, несмотря на боль местами. Вот у него на Амазоне был просто... Нет, не на Амазоне. Ну, мы недавно на ИСЛК переиграли. Я его там 2-1 выиграл, также на Амазоне выиграл через экспант. Ну, просто карта, если ты здесь поставишь экспант, здесь с Варден особо ничего не поделаешь. То есть, карта очень маленькая, она не сможет где-то бараки ставить. Вот на Тейси, например, там куча мест, где можно бараки поставить. А, вот. Вот там, как раз там была боль самая большая, потому что... Да, потому что я там все точки проскаучил, а он все равно где-то там барак поставил. Так, да, там и дело-то как раз в том, что даже если ты этот барак увидишь и пойдешь что-то пытаться делать, то у нее всегда есть опция ударить по экспанду и все. Ну, да, это такое. Даже с идеальной разведкой. Выпадают Джонни когти. Ну, против Вардены лучше, конечно, цирклетку, чтобы падала. Ага, ну вот Варден, хотя Варден, наверное, тоже лучше, чтобы не когти были цирклетки. Ну, понятное дело, что Архимага цирклетка лучше, потому что хп больше будет, и он не так умирает. А так когти практически против всех лучше девайс, потому что ты можешь арчей добиваться, там демон хантера, ну и опять же Варден добивать. Ну, здесь, я думаю, Джонни все два пойдет. Ну, уже да. Прикупил троля, тоже стандартный мув достаточно. Нейтрон забайтился на футмена. Очень много времени не теряет. И на халяву тут Джонни заберет точку. Ну, здесь ты думаешь, что все-таки надо контакт на Саймом играть? Или крепится пытаться? Конечно, а ты третий уровень, и негде же делать. Ну, либо ты ставишь в барак заранее. В магазин где-нибудь? В магазине, да. Либо надо ему напрягать. Ну, нейтроны здесь сетка неприятная, минус тролль. Он успел задиспелить. Ну, троля теряет в такой ситуации 200 голды. Очень дорогой, да. Потому что тролля тут очень сильно будет помогать. Ну, то есть он диспелит первый лемой, потом можно подхилиться. Он еще диспелит. Ну, он пошел тык в коня. Поги купил. Варден не купился. Угу. Да, у нее не было денег почему-то. А, нет, подожди. Купила, купила. А, купила. Купила в самом-самый последний момент, когда уже, как зала, с рейнджа не хватало. А, наоборот, ты не забегаешь, что магазин резко пропадает эта покупка. Видимо, у нейтрона не пропадает. Ну, Арча умрет. Она поддаст там. Ну, минус ТП может быть. Маны нет. А, почти третьего. В принципе, у Джонни все хорошо. Ускачет, ускачет. А где тайминговый магазин? А, это. Тайминговый магазин пошел. Я уже беспокоился. Расскажи, пожалуйста, вот открой нам тайну, почему хуманы всегда ставят магазин тогда, когда он нужен был уже полминуты назад? Ну, потому что ты не знаешь, что тебе будут фокусить архимага в этот момент. Ты ставишь магазин где-то почти, когда ты два заканчивается, когда у тебя там футмены биты, и ты можешь подхилиться. Ой, телепорт. Ты не делаешь так, что ради одного архимага битва ты ставишь магазин заранее? Ну, и опять же, у тебя есть и пауэркриппинг, по пауэру билд, ты можешь всегда его запауэрбилдить. Ну, бывают моменты, когда вот просто архимаг с футменами бегут на вражескую базу, понятное дело, что будет размен по хп, и кто-то будет убегать битым, но все равно магазин строится... Ну, там, где-то на середине Т2, когда он, ну, там, на 60-70% закладывается в магазин. Ну, значит, Джонни завтыкал на этот раз. В очередной раз. Да нет, почему он, в принципе, нормально был там. Просто по ресурсам там не хватает, чтобы ты его сразу поставил. Это же не какой-то анденовский магазин. Ну, здесь нейтрон вообще прям хочет давить сильно. И у Джонни, смотри, не хватает чуть-чуть хп на третий уровень. Как раз Мурлока добили. Кстати, вышки еще нет. А хотя внутрь, наверное, не будет лезть там. Ну, внутрь не будет лезть, но против орден желательно вышку ставить, чтобы не было каких-то забеганий. Опять же, если Архимаг бы на базу побежал, вышка бы ему спасла жизни, может, ты поняла. Да, да. А Варька бывает любит нырять внутрь. За конем. Поэтому сюда можно бежать. Слушай, сейчас уже нормально все у нейтрона. Погоди, а нейтрон хантер холл забыл? А может, он не хочет его делать? Может, это вообще гиппоса? Он собрался играть. Погоди, а как у него вообще так денег мало сейчас? То, что он троллядного купил с сапогами. Третий ворден. Ну, здесь не надо тыкать в Архимага. Зря. Можно рифлов был на халяву убивать. Потому что маны, скорее всего, не хватит, чтобы убить Архимага. А если бы он кинул в рифла, гарантированно убил бы. Ага. Там не было тп, может быть, он хотел как-то... Нет, он не пустил заблочить. Ахп почти полный у Архимага. И сапоги есть. То есть не было смысла. Паладина делай вторым героем. Боится. Мне почему-то, когда Паладина так делают хуманы, всегда вспоминается, как Фогиа Киаша на одной карте выиграл. И он так же с ворден затыкал ему Архимага. И потом выходит Паладин, прибегает к нему на базу. И просто умирает, потому что ворден уже пятого в таком времени был. Угу. Ну, это какая-то с голды игра очень старая. Ну, я бы не сказал, что Паладин здесь прям какое-то хорошее решение. Но он сейчас, конечно, помогает, захиливает. Да-да-да, он сейчас спасает. Но действительно в лейте приятнее видеть какого-нибудь опасного героя. Просто если затянется игра, там будет веер третьего уровня. И Паладин ничего не сделает. А дамага у тебя без паладина. Ну, без Маутин Кинга там нет. Ну, вообще... Погоди. Метантерс Холл-Т3. Продолжает Архей строить, у него нет охотничьего зала. Ну, это тема с меткостью. Вот это вот новая мета с Нагой, с Арбами. Мне рассказали эльфы. А, ну это не новая мета, это с Козликом так делают. Там Козлик, Нага и Третья Патма и Мас Арчи. И там пару гигантов. И там 2-3 Арб они покупают. Ну, не знаю, сомнительная тема. Хотя, Мас Арчей-то нечем убивать в такой ситуации, у тебя нет болта. Нету Клэпа. Да, кастеры отлетать будут, рифлы и не контрят. После меткости они будут уже послабее. Ну, посмотрим. Надо сейчас Нейтрону как-то реализовывать. То есть у него Нага висит, Арчи и Мас, и по-хорошему нужно было как-то агрессивно играть. Что? Это что, телепорт? Нет-нет, это став был. А, это второй телепорт, да. Ладно, хорошо, окей. Вообще не видел смысла, он мог Вардена отбивать и просто убежать армией. Да-да, вроде как-то не было там серьезных потерь по... Он, может, боялся, что ему Хантерс Холл отменит, который у него там и так мега задержан был. Не, ну паладин здесь хорошо помогает, особенно против этих кинжалов. Ну, вот рифла все-таки теряет. Варька очень рискует сейчас. Там есть блинк, но мана теперь нет. Там став очень далеко у Наги, может, он на него рассчитывал. Но в конце концов... Митрон здесь агрессивно играет, из-за того, что нету замедления, нету болтов. Угу. Поэтому можно поагрессивничать. Но гораздо выгоднее стоять стеком арчей и кидать просто кинжалы и убивать по юниту, чем где-то там позади пытаться убивать. Армию игрока атакует. Ну, против такой стратегии нужно в Т3 выходить Хуману, когда у него 80 лимита. Потому что эти арчи сейчас с меткостью будут очень сильно убивать. И что, мортир с одной базы? Или что, или кони все-таки? Можно третьего героя строить там коней каких-то. Как же отдаются присты, а? Один залп и все. Это еще меткость не... Любой костер отдается на песенки. Да. Ну, вообще весьма странная стратегия, конечно. Но она работает, понимаешь? Странная, но работает. Может, Джонни никогда не играл против этой страты? Угу. Что же делать с массарчами? Он очень нужна. Сейчас нужен свиток. Да, покупает свиток. Гварден может умереть. Должен быть блин. Став вроде и блин есть. Ну, смотри, негде Нейтрон ухилиться. Ну да, вот по отматр этим героям. И уже меткость готова. 20-22 уроль. Мне еще интересно, где будет Нейтрон ухилиться. То есть, героев негде лечить. Только банки покупать? Как-то очень дорого. Да. Не, ну, Джонни 50 лимита. У 1-2. Я думаю, даже можно было ауру взять. Не факт, что паладина затыкают. Слишком много у них рупая. Да и Нейтрона агрессивно постоянно крестов пытается убивать. Угу. Не, ну, черт, са синий. Нейтрон, хоть и отбивается легко. Ну, опять же, там день, как ты сказал, все еще. А колодцы уже пустые. Ну, опять же... О, это... А, нет, 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 ссори. Я думаю, что у Палыча на диван не хватит по мане. Джонни еще не сделал стандартную тему дефенс для футменов. Да, да, это очень странно. Против Ильфа, если ты играешь в рифлопуш, сейчас против любой стратегии надо дефенс делать. Там 5-6 футменов и дефенс. Угу. Потому что даже, неважно, в Варче он масс будет играть или просто в Медведей, там все равно дефенс еще не помогает. Смотри, Джонни все равно вроде продавливает. Да, уже продавил. Не, ну, я согласен, что стратегия очень странная. То есть она вроде как... Вроде как подразумевает, что ты играешь агрессивно. Ну, даже с учетом того, сколько Нейтрон нарезал юнитов разными способами, он же реально очень много поубивал. Рифлоп при стопах. Он утрон от лимита. Да. Все равно проблема. Потому что, видимо, пришлось большое количество средств Нейтрону тратить на грейды и на бутылки. Так он, да, постоянно бутылки покупает. И он сферу купил, опять же, ТП у него. Хантер холл без лорниц. Ну, и в итоге, не знаю, то развал. Почему они все развалились? Ну, с такими героями, мне кажется, это бред срота. То есть с козликом, я ее понимаю. Потому что там ты кидаешь прикопку в какого-то героя и можешь его отфокусить. А здесь... Ну, там не только. Там, во-первых, агрессивнее все получается. Энт наверняка. Там мясо есть какой-то впереди. То есть, а Варя здесь, она как будто соло-герой играет, а все остальные пытаются... Вот, когда три героя, потому что она на третьем уровне. Да, да, да. Ну, в итоге Джонни даже не пошел в Т3, он просто задавил. Он еще играет на колодце не сделал. Гагаринш нейтрон. Странно. Ну, может, сейчас во второй игре прояснится. Может, что-то подправит нейтрон в стратегии. Потому что... Ну, кажется, что это простым рифло-пушем, правильно исполненным контриться. Не, ну, вначале опасно было, там архимагой почти затыкали. Но, опять же... Но это даже без продолжения, без Т3 меткости опасно. То есть, это стандартная Варден, как бы, которая поджимает Айма. Но... Но дальше масять Арчей. Ну, он, опять же, масять Арчей. И самое главное, что Варден негде лечить. Да. Колодцы постоянно пустые, потому что ночью-то непостоянно. Да. Кто Винхов, Джонни, Джонни выиграл. Я считаю, такая стратегия только с Козликом может заработать. Точно не с Варден. Варден это тот герой, который играется в соло практически всегда. Либо ты качаешь очень быстро до пятого, и потом уже берешь второго героя. Угу. Ну да, ее роль понятна. Она... Но она на третьем уровне, она в такой ситуации уже ничего не делает. Он кинет нож, там, блин, присты отхиливать все это. Ну, слишком поздно, да. Слишком поздно. Героев не убить. Палыч может быть, кстати, в этой ситуации даже и более правильным. Не, Палыч, нормальный. Да. Но мне кажется, был бы МК, он бы так же, там, просто через болты убивал бы героев. Не знаю. Угу. Они создали? Геймнеймы я не знаю. Ну, может, создали, я даже не... В чате напишут, если что. А какой был прошлый, кстати, геймнейм, не помнишь? Суду с Джонни связано. Сжон, кажется, Джохан. Да, есть. Джон один тоже создал как раз Джонни. Да, вот, Скипер, мне эта тема тоже поразила, потому что я не знал, если честно, что арбы и эльфийские у разных героев стакаются друг с дружкой. По одному юниту? Да. Ну, это как яд виверн. Да, но яд в реакула стакается. Да, 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 да. Ну, помнишь, сколько там лет? Да, да, я помню. Ты когда, например, ДХ ударил, ты передал другому герою, он ударил, и я не стакал. Да, да, если успеваешь за эти полторы секунды, то да. Нет, там яд, по-моему, секунды 4 висит, нет? Не-не, я имею в виду, чтобы удар, 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 чтобы вот прям паузы не было. Так-то да. Вот, и в результате, да, получается, что от Наги даже не берут ей стрелку вторую, то есть берут мана щилд, который апнули в два раза, и все, и это какие-то дикие выходят стратегии, но работают, но работают. И киперу в этом плане, конечно, да, полезнее, чем Варден, потому что просто ему как раз, вот ему третий уровень нормально, он докрепливается, останавливается, и все равно приносит пользу. Престов отстреливают арчи, те же самые, диспола нет, энта создает какую-то массу, прикопка есть, чтобы фокусить по конкретному юниту или герою, и... С кипером весь смысл в том, что если он третий уровень получает, пока не выйдут престы с диспола... Да, ты с базы не выходишь. Причем нужно еще ману накопить, а кипера просто аннигилирует всю армию. То есть одну прикопку он гарантированно любого юнита убивает. Да, да. И ты сидишь и жмешься, а он в это время может с бараками качаться, ну, просто тебя держать на базе. А Варден здесь уже в такой ситуации не актуально. Если она ножами еще закидывала кого-то в начале, а потом уже... Ну, еще плюс паладин там вышел. Ну, на этой карте обычно хоманы экспант ставят, сразу причем бегут. Не знаю, как Джонни играет, но по алтаре видно, что он, скорее всего, будет сначала крепить вверху тускаров. Тускаров весьма сложная точка, потому что там... Ты знал, что под Блэдластом юнита они, ну, агрессивно атакуют. Они не атакуют именно Элема, а именно они могут атаковать любого юнита. А, то есть у них скрипт меняется еще при этом? Да, и их нельзя просто так перенаправить атаку. Если обычного, ну, без Блэдласта юнита ты перенаправляешь легко... Нифига себе. Не-не-нет, я не знал, что ретаргет не работает под Блэдластом. Ну, это же положадость, там как раз весь смысл этого. Ну, это, конечно, мега продуманно, но я не думаю, что он до такого... Серьезно они начинают убить прям... Я же постоянно креплю эту точку. Я, например, нажимаю на юнита, который убьют, перенаправит атаку, а он все равно по нему бьет. Угу. Они бывают вообще бегают за одним и тем же. Да, это было, это было. Ну, вот смотри, сейчас он, видишь, начал бить Элема, только Элема отошел, он уже начал бить другого. Висп хороший очень. Ну, вот эта страта виспов диспелить, это соневская тема, знаешь, он любит по 2-3 виспа привести на точку, за диспелить 3 виспа, и в итоге у него это 2, не знаю, когда заканчивается. Ну, это надо реализовывать хорошо, то есть, как правило, после этого должно быть какое-то агрессивное продолжение, потому что если... Обычно, правильно, топ эльфа так не делают. Очень редко там могут от одного виспаза дисплей, чтобы просто получить экспорт. Так, кстати, варден опять. Ну, на этой карте, в карте варден, хорошо себя показывает, карта большая. Второй барак. Подблочил немножечко, кута убил. Так, а что там по артефакту архмага, скролзабист, понятненько. Не повезло с девайсами. Вот плащ выпал, это хорошо. То, что может, если что, там, агрессивную варден остановить, придется там просветку тратить или еще что-то. Вот, а свиток здесь полезен. Здесь в идеале банка на хп, конечно. Самый лучший девайс в такой ситуации. Смотри, Джонни опять не ставит экспант. Бежит просто сразу, две точки крипит, ну, третий уровень, чтобы получить. А нейтрон допускал, что там экс будет. Он виспо подвел на разведочку. Опять второй. Кидает вархимага ножи. Не знаю. Ну, нейтрон неправильно играет, ему нужно посмотреть, какие им демки фоги. Просто задача варден закрепить третий уровень. Неважно, архимаг будет третий или нет. Если он не ставит экспант, то ты крепишься до третьего, и все. Он в тварь и в декородине ничего не делает. Да, она не такая опасная, конечно же. Поэтому, как здесь делается, нужно было рядом с зеленой точкой магазин ставить, с ним крепится. И дальше уже там либо с бараком еще что-то забирать, либо какую-то зеленую точку с арчами забирать. Смотри, сейчас свернут. Да, будет наверху. Нейтралы пошли на второй барак. И сейчас Джонни удастся, видимо, перехватить инициативу. Я не был, он продал имбул и купил сапоги с... Продал имбул? Да, на 15 секунд. Очень странное решение. Странно, что он просветку не купил, учитывая то, что плащ уже видел до этого. Он не протыкал, видимо, не понял. Ну, очень много ошибок от нейтрона. Опять же, покрипим мы непонятные страты. Блин, висп висит рядом. Ладно. Черт. Ну, Джонни хорош. Задиспель, надо задиспелить этот имбул. Он... Нет, он не дисплей. Черт. Или ты хотел развести его на виспа просто. Не, ну, задиспелил, и у тебя плащ из авентаря про то. Зарядный так, да. Не, на плащ, кстати, сделали хорошим девайсом. Да, 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 он как раз... Что не дисплей, что было. Его заценили очень многие. Он реально жизни спасает теперь людям. Футменов подрезает, но Варден все еще не третьего. Опять же, такая игра через нож первого уровня. Тебе придется в любом случае переучиваться на... На веер, потом тратить 300 золота. Джонни очень агрессивно играет, но это хорошая игра против Вардена, потому что если Варден третий уровень не получает, он спокойно себя чувствует. А мне показалось, что Джонни, в принципе, в таком стиле играет даже не против эльфов, не против Вардена. Возможно, я не следил, как играет он против... Ну, против Хуманов, подожди, ты же с ним много играл в Миро. Ну, в Хуманов там всегда такая агрессивная игра. То есть ты быстрый третий уровень берешь и потом рабов там размениваешь. Ну что, там Варден почти третьего. Там Маутин Кинг теперь вторым героем. Ну, сейчас нет угрозы Архмагу. В принципе, чего париться-то. Да? Архимаг неплохо там нарезал висков. Проблемы с лесом приходится достраивать. Ну, нет еще проблем с лесом, но они будут. Сейчас будут. Да, уже. Но здесь, видишь, не трону, решил все-таки в Хантерс Холл, да, сыграть. Отказался от этой идеи в Т3 и Арчей. Такая ситуация вообще печальная была для такой. Если он в такой ситуации будет в Арчи играть, не знаю. Хотя он их много настроил. Два виспа потерял, кажется. Угу. Это очень дорого. Может, там диспл был. Но, да, двое уходили влево и сейчас мы никого не видим. Да. Ну, Джонни очень хорошая ситуация. У него сейчас МК пойдет забирать точки. Варден только докрепилос. Город в осаде. В общем, как нужно, как нужно играть за эльфа против, вот, самый неприятный стиль против себя за эльфов. Ла Лайтовский? То есть Варден? Да. Не-не-не, не важно. Не важно. Давай вот прям абстрагируемся полностью. Да там против всего сложного. Да, в общем, фонфейер. Больше какого героя не возьмешься, кто сложный. Да-да, мы проходили это. Ой, минус Варден сейчас будет. Опа-янь. Она обычно в таких ситуациях. Думаешь, успеет? Да, успеет, успеет. Да ладно, блин. Вообще не там. Можно выходить, чего? Да можно еще поиграть. Игрока атакуют. Так. Да, какой стиль, какой стиль, какие стратегии. Я понимаю, что эльфы имба, ты думаешь. Говорил, что эльфа. Герои. По-сейчас андеды. Хорошо. Попытка была сейчас добиться. Наверное, Варден, если она в соло играет и очень быстро раскачивается. Гэгэ. Гэйл, говорит. Ну что, Хав, спасибо тебе за компанию. Удачи в финале. Мирор, конечно, это не самое увлекательное. Вот. Но будем смотреть на исполнение. Давай, пока. Самое главное — это контроль. Пока. Что, хотели Хавка, получили Хавка. Сразу чувствуется, что по игре прям... Прям то, что нужно. На практике. Бах. И все выдает. И хорошо, что он не шифруется. Не это самое. Все прям по... Нет никаких тем. Типа, не буду говорить там. Некоторые моменты тоже для себя я прояснил. Единственное, что осталось непонятным — это магаз. Не знаю. Опять эти пять рабочих, достраивающие магазин, чтобы вылечить АЭМа. Говорят, денег у них нет во время грейда на Т2. Куда девают деньги? Потом, хоп, внезапно и хватает на МКУ, на Арканку, на все хватает. Забыл спросить про Кристал Болл. Его тоже немножко задели, Кристал Болл. По крайней мере, что... Озвучивает он, что... Если везет, то говорит, что везет. Здесь полплаща. Но это троллинг был с его стороны, явно. Пойдет сейчас черкание карт. Нас ждет финальный матч, друзья. Разница между первым и вторым местом ощутима. Сейчас подождите, я посмотрю. Тут неправильный счет. 10 тысяч и 6 тысяч. 4 тысячи рублей. Магаж же строится под Тир 05, он же ответил. Да, только проблема в том, что в тот момент и был даже позже, чем Тир 05. Как изменили плащ. Ну, он работает и днем теперь. Деньги зарезервированы на парабилд-магазин. Да, да. То есть, когда надо, это как... Как везде. Когда надо, деньги появляются внезапно. Когда прям очень надо. О, я помню, у меня по... Мы же давно работаем, да? Гудгеймы там сколько? Уже больше 12 лет. И разные были периоды ситуации. Но человек, конечно, дико мобилизуется, когда прям... Когда уже кажется, что все, ничего не сделать. Когда, например, там переезд из одного отсюда в другой в течение месяца. Или какие-то суды. Или какие-то финансовые проблемы. Сразу, конечно, не поспишь пару ночей, а потом все как-то само собой разруливается. Так что, да, если надо, то построят быстро. Если не надо, то и не будет. Все очень просто. Видали мод на рефорш. Интересно, что за мод на рефорш. Ну, видимо, альтернативная цветовая гамма. Нет. Хоман, ты не можешь знать, что ему будет фокусить? Да-да-да. Играем против Варден, который Даггера кидает. Откуда может прилететь? Непонятно. Можно пока синематик посмотреть эпично на 3 минуты. А на какую тему? League of Legends? Ну ладно, давайте, поехали. Ой, какая джайанка мелкая. Бах. Люблю синематики подобных игр, потому что в них бюджета, как правило, на минуту времени больше, чем в многих фильмах дорогущих, многомиллионных. Ну, Близзов, например, какие-нибудь. Добрый вечер. Безо? Близзов. Безо. 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 Ничего себе. Ничего себе. Время во время сражения, на пафосные переглядки. Многозначительные. Понятно. GG, кстати, смотрите, нас тут тоже рекламируют. Лягуэ в Лягуэнс. Мы в Роч тоже переглядываемся с Тимой, правда, играем в бронзе. Хаук говорит, GG, турнир и рип. Да ладно, что ж ты... Что ты рассказываешь? Не может такого быть. А на что-то сайту, в принципе, плохо. Прикольно. Да, какие-то проблемы на ГГ. Сетевые штормы, что ли? Ну, хорошо, это к финалу произошло. Часик работает, и ладно. Прикольно. Прикольно. Давай, Хавок, пиши название игры, а то сейчас пойдем обновлять страницу. Лучше не жать, короче, говорят с F5, друзья, а то у вас чатик не загрузится. Да, во-первых, лучше не обновляться. Подождем. Время уже к 11, кстати, идет. Мы закончим чуть пораньше, чем обычным. Как что, блин, скажет? Пожала F5, все пропало. Почему я как дурак тоже обновляю страницы? Это делать не надо. В любом случае у нас ожидания. А раньше были моменты, когда все на одном серваке. Вы представляете, и трансляции, и чат, и сайт. И если что-то по каким-то причинам падало, то все просто, просто ложилось. Что у тебя заработало действительно? Купер с нейтроном, когда будет? В смысле, Купер же проиграл. А, нет. Проиграл, да. Матч за третье место имеется в виду. Они будут параллельно играть. Они будут играть параллельно. Кстати, может быть, действительно не финал, посмотрим, а Купер не трон. Просто потому, что там разные расы. Давайте... Мы обычно смотрим всегда финал. Но, может быть, особенно учитывая то, что Хавк все равно стримить будет. Что будем смотреть? Финал Хавк Кейдж. Или третье место Купер Нейтрон. И мне все равно я упырь. Мне все равно я упырь. Создали голосование. Проголосуйте, пожалуйста. Не факт, что мы будем так же, как на... По голосованию. Мне просто интересно знать, как вы думаете. Нет, все-таки большинство за финал. Упыри поднять читы. Упыри проигрывают. Не добирают они треть. Обычно за ними остается как минимум 25%. Но на этот раз всего 19%. 19%. Где там вообще Хавк? Сколько можно карты черкать? Сколько можно черкать карты? Ну? Хавк там пока настраивает музыку. Ага, стартанул игру. Ну, то есть создал игру. Заходим. Кривые низины. Раньше были нормальные резины. Низины. Но после выхода рефоржа и они покривели. Так, упыри 22% уже. Поднажмите. 23. Да ладно. Упыри побежда... Нет, какое. Да, 23 реально процента. О, и сразу старт. Ну, поехали. Готовы? Хавк не хотел играть с Джонни Кейджем. Слишком... Ну, у него Мирор хороший. Плюс мы видели, как Джонни играет... Ну, неоднократно видели, как он играет Мирор. Особенно на низинах. Счет 0-0. И поехали. Противоположные респы. Это, кстати, многообещающие респы, которые... Итак, там засопорствовал. Играю в трейл на абордажном корабле Богомолов. Телепортируюсь на Уральске всеми тремя членами. А в ответ телепортируюсь на мой. Первым делом убиваю телепорт. Ха! Это... А, ты всеми? Всеми тремя членами экипажа. Ну да, это ты что-то не подрассчитал. Есть изъян в твоей стратегии. Красиво. Ну все, это ГГ тогда получается. Хо-хо! Я даже представить себе не мог, что человек может играть в трех Богомолов. И всех трех, причем никого не оставляет все на корабле. Любит риск. У меня так же пару человек улетело на вражеском корабле. Абордажников. Ну, красиво. Ну вот, я этим... Это привлекает в Тейл. Там очень много всяких нестандартных ситуаций. В арсенале так вообще... Черт ногу сломит наверняка. Поменялись кораблями. Да, прикольно было бы, если бы тебе дали их ресурсы, их корабль и пушку. Игра продолжилась. Самобидные преобродажи. Когда ты издал телепорт, они улетают. Ну, это можно контролить. Создать движок. И можно грейдить, уменьшать время перезарядки. Но не будем в Fastenlight. Сегодня без него обойдемся. Будем завтра играть. Наверное, в какое-то время. Посмотрим. Пока еще. Не знаю, там... Надо... Есть еще хвосты у меня. Разведку никто пока не делал. Только сейчас побежали. И то это скорее отманивание лагеря наемников, чем разведка. Да, выманивает нейтралов. Не рановато ли вообще? Хорновато. Джонни Кейдж очень странно выманил. Посредственно. То есть, смысл в том, что как бы они не успели вернуться назад на точку и не кидали никакие камни. А тут уже второй камень полетел. Убери, пожалуйста, голосовок с чатом. Да, на стриме, кстати, голосование. Это вот еще один. Еще одна причина. Секундочку. Блин. Черт возьми. Как же это неудобно в УБСе делается. Все, ну докрепили. Но, скорее всего, просто у Джонни больше проблемы со здоровьем. Так, тут большая мана. Тут большой бутылек жизни. Армию игрока атакуют. Недоконтроливает Джонни. По футу, по крайней мере. Он фокусируется на присте и на вражеских элементалях. Стараются, в общем, они отконтролить так, чтобы максимально замедлить продвижение вражеского архмага до третьего уровня. В ход идет все. Там и диспл, и охота на уязвимых рабочих. И добивание своих... Не добил рабочего Хавк. Не доконтролил. Такая вот беготня. Ты что за... Один отпустил одношотного другой. Ты что, Джонни? Нет. Никак не может убить. Ну, там, видимо, Вижен пропадает в определенный момент. Он отвлекается, и из-за этого Хавк получает таки третий уровень. ГГ пишет Джонни, и это 1-0. Что? Блин! Хотели посмотреть Хумановский Мирор. Получили. Отлично. Молодцы! Успеем, говорит, на третье место. Не, ну все. Тут либо то, либо то. Сами выбрали. Перерыв на построение. Кстати, у Джонни же построение в 11 часов может быть. Реально. Каменский говорит, нормально, я пошел кофе сделал. Как вкусный получился, нет? Что произошло? Банально в Твиттер отвернулся, и все. Но если бы мы знали, что произошло, мы бы тебе ответили, конечно. Один получил третий левел, другой не получил. Все. Очень интересный финал, конечно. Вот поэтому я Мирора не люблю. Кроме Эльфийского, конечно. Не потому что я расист, а потому что, как правило, они настолько похожи в плане выбора стратегии. Потому что, как правило, любой Мирор – это одна и та же стратегия, просто разный уровень исполнения, так скажем. Капитан Арктик говорит, это лучше, чем получасовая долбежка с полбрекеров. Но можно же не только с полбрекеров. Можно же там в Т3 попробовать экспант построить, там поразводить. Джонни Кейдж показывал, кстати, на низинах, как тут можно выигрывать время и играть альтернативно. Так-то с полбрекеры тоже зрелище... Странное весьма. Ну ничего, мы, я помню, в Роке тоже кастера на кастера играли одинаково. Да, Эгорн, это очень... Это дельное замечание. В стиле ТГВ как раз. Вторая карта. Хавки идет 1-0. Вот, то ли дело в эльфах. Можно и так сыграть, и сяк сыграть. Может, ты покажешь, как надо в лады играть? И если б я мог, я бы показал. Добрый вечер. В мобильной версии не вижу, где-то ображается игра, в которой относится новость. Можно ли вообще отсортировать новость по игре? Нет. Нет, к сожалению. Мобильная, кстати, мы не так давно перее... Это самое... Попеределали. И приложение, и мобильную версию сайта немножечко подстроили. Хорошее замечание. Желательно скопировать в новость вставить, если несложно. Самую первую новость на главной странице. Потому что только сегодня был у нас МКЛ, меняемся к лучшему. И много было новостей. Несмотря на пандемию и на дистанционку, результаты этого месяца меня вполне устроили. И на сайте тоже рост идет хороший. Осмудэй, ну можно же ресторан посмотреть. Там ретрансляция идет в официальной группы, в ВКонтакте, в Однокласснике. А, там кто-то говорит на исходной поменять качество. Может там проблемы с кодированием. Итак, хавка у нас слева. Ставим счет. 1-0. Уверенно ведет. Джонни справа. Герои одинаковые. Еще бы. Ну хотя нет, ну почему я говорю еще бы. На этой же карте, опять же на турнирах международного уровня. Помните, романтик с Маттон Кингом в финале кого-то выигрывал. Тоже хумен на хумен, казалось бы. Что можно сделать? Заготовочка или в полуфинале. И МК такой вылезает. Правильно крепится. Правильная разведка. Против экспаток. Бах, бах и все. Со вторым клэпом. Да тут сам хавк с МК, с Джонни играли недавно. Я пропустил. Пока что видим двух архмагов. Растахает тоже, пожалуйста. Новость, чтобы не отвлекались. Сейчас они правильные. Не пропустить. Паладиновская аура одному. Маска Соби второму. Но все-таки Соби, учитывая третьего архмага быстрого, будет пополезней. Понятное дело, что в лейте, когда хороший лимит, это дополнительный апгрейд на защиту. Даже больше, чем апгрейд на защиту. Потому что действует-то не только на юнитов, на которых распространится грейд, но на всю армию вообще. В этом, конечно, прелесть, универсальность армора. Две книги не прочитали мы. Отходили, отвлекались. Так-то ты эту игру стримил, нам говорит Каспент. Да ладно, нет, не может быть. Майкер забыл, какую игру стримил. Шок. Невероятно. Никогда такого не было. Так, значит, инфы побежал. Хавк впереди. На таверне стоит. И они встречаются. Ведь они сделали все одинаково и встретились. Только Хавк отступает. Инфи нападает. Или Тиаш, не помню уже. Третьего уровня ни у кого нет. Ждем диспела. И третий получает хошку. Тактически собрав... Ну и тут тоже, правда, третий. Они братья. Может быть, они об этом не знают, но они точно братья. Диспел хороший. Элементаль минус. Вот-вот, понеслась. Пыщ. Тайминговый магазин. Рано. Рано. Еще не все битые. Денег-то нет, как бы. Чего? Полтысячи на руках. Увлечен микроконтролем, хошка. Убиваю друг друга элементалей. Так. Т2. Т2 позднее все-таки. Не, пошел магазин. Пошел магазин. Это классно. Футмэн и красный уже. Да, очень странный крипрут. Ну, там два хумана в чатике отметили этот момент. Как будто друг по другу подстраивались. В результате получилось... Одинаково. Пыщ. Блин, как же хавк по лицу получает. Зачем ты танкуешь архмагом? Ой. Такая боль. Ну, зато достраивается магазин. По таймингу. Такое впечатление, что он специально получал по лицу. Для того, чтобы просто... Было зачем возвращаться. Все, хилится. Два тролля. И там толпень просто футов тоже. Битых 4 человека. Иллюзия завтыкала. Блин, она могла тут всех просто порезать по лечению. Вон там в кархмагу рвется. Минус регенерация маны. ХП. О-о-о-о! А Джонни-то молодец. Джонни, конечно, не может из-за того, что у него футы никакие здесь сражаться. То есть у него армии банально здесь мало. А, какая сетка прекрасная. На халяву пытается выбить. Выбивает. Собирает артефакт ненужный. И теперь время Джонни Кейджа танковать лицом архмага. Он впитывал доблестно, пока мог, 4 футменов вместе с Аэмом. Получает 4 уровень. Теряет, правда, одного троля. Вызывает Алема. Бешеный контроль. Ну, блин, надо возвращаться уже. Все красное. Там футы ждут. Скучают у магазина. А может он ДМК даже... Нет, нет, нет. ДМК слишком долго. Очень бодрый конь. С ботинками с аурой. И сразу фаст кастл. Что? Вот, а вы говорите, спаллбрекеры, спаллбрекеры. Это Хавк будет по старинке играть. А Джонни продвинутый, высокотехнологичный. Пойдет прямиком, куда надо. Скорлл Забист ему, конечно, здесь... Пригодился бы... Ну, в смысле, не пригодился бы, а продажа бы его... Могла частично компенсировать затраты на Т3. Ну, учитывая, что Скорлл Забист... Мо... Что все постоянно кидают сетки на элементарий? Так, ну посмотрим, что будет делать Хавк. Хавк тоже лечится. У него есть Маутан Кинг. Четвертый АМ. Соби маска. Какой же битый Джонни. Джонни. Сейчас МК регенерацию купит по дороге, видимо. Иначе-то как? Армию игрока атакует. Да, берет. Только он собирается крепиться прям... Прям без регена. Фудмэн сейчас подохнут. Ну, спаси фута. Ну, за что он же... И пошел дирижабль. Для того, чтобы, видимо, отвлекать и дожить до Т3 точно. Букав Д, это, кстати, шикарная штука для развода. Прилететь. С футами высадиться. Вызвать Алема. Вызвать Букав Дет. Пока диспала нет. Хотя диспал по дефолту делается. Да, полетел Архмак с Маутан Кингом вдвоем. В дирижабле. А эти что будут? Крепятся дистанционно? Это какой-то новый левел. Но я помню, конечно, что Джонни любит вот такие вот разводы. Так, Сантри Варт увидел, что дирижабль идет. Да, он пошел крепиться раздельно. На шахту, видимо. Понятно, зачем он летит. Ему нужно выигрывать, повторюсь, время. Пока у него там кони, мортиры, паладин, не знаю, став. Ничего не вижу, правда, ни паладина, ни коней. Вот. А Хавк увидел вар дом и готов принимать. Ставит эксп. Вот это да. Прист. Отличие там своими делами. Но это все равно молоток 3-й МК. Ждет момента, чтобы можно было дропнуться хоть как-то реализовать. Буква в Д этот несчастный. Но там даже присты уже стоят с дисплом. Но не зайдет книжка. Да, Исан, я видел. Ну, уже говорил об этом неоднократно. Есть ретрансляции. Смотрите, если есть какие-то проблемы, там. Армию игрока атакуют. Он старается крипиться при этом. То есть не теряет слишком много времени. Но криппинг двумя героями. Плюс еще... Город в осаде. Точки жирные забираются. Так, высадился. Букв Дэд. Телепорт. О, не-не-не, тут только на телепорте валить. Дирижабль сейчас упадет. Минус. Ты рискуешь. Сейчас молоток же получить. Джонни. Какой он аркадник. Так, секундочку, говорит. Да. Время построения. Построение. Да, но 11 часов как раз. На построение надо бежать. Может быть, Джонни как раз и выбрал такой стиль с дирижаблем, что можно, если что, если не очень серьезная игра, героев загрузил и отвлечься. В 11 часов отбой. Лал. Что за шутники? Он сам писал, что в 11 у него построение. Лал. Младник, ну что за дела? Цвет построения синий. Сори, го. Все построено. Ну, Джонни, скорее всего, знает, что там экспант. Я думаю, конь ему сообщил. И это неплохой момент для организации атаки. Тем более, что... Ну, какая атака, блин, Миш? Ну, там третьего нет, пятого нет. Минус конь, опять же. Сто процентов вышка добила. Закон подлости. 8-10 урона или там сколько у нее? 8-10, да. Герои биты. Паладин выходит. Стафа не взяли. Коням грейд. О, элементаль. Это, кстати, элементаль приблизит нас к третьему. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, нас тролли. Нас тролли должны выручать. Почти третий МК. Почти пятый АМ. Но есть третий МК. 55 лимита на 49. Джонни меньше, но это понятно. Там экспант. А тут Т3. Вырезают троллей. Молоток в Архмага. Кстати, это может быть ошибка, потому что Палыч-то есть. Если бы он еще ставку пил. Но нет, это минус АМ. Это минус АМ, минус Джонни просто. Пишем ГГ, выходим. Нелепая серия. Нелепая серия получилась. Попытка убить вражеского МК не увенчалась успехом, потому что он в плаще. Он неуидимый. И улетает следом Паладин. Хавк спокойно применяет опять плащ. Остается только один МК. Джонни пишет ГГ. ГГ-2.0 просто изейший. Просто изейший. Да, вот так вот Хавк собрал. Будет интервью с Хошком. Да, было уже. Было интервью с Хошком. Друзья, ладно. Я сегодня уже перестримил сколько можно. С вашего позволения я побегу. Вот. Надеюсь, там... Не-не-не, никакого FTL. Никакого уже там досматривания третьего места. Спелл говорит, только чемпиона слил. Хорош. Все, увидимся с вами завтра. Скорее всего, трансляция начнется где-то ближе к обеду. Приходите. Будет либо Alien Swarm, если договоримся. Либо, если не будет Alien Swarm или чего-то еще. То FTL. Fast as an Light. Прекрасная игра. Очень рекомендую. Поиграйте. А на сегодня все. И напоминаю, что есть новость. МКЛ, если вы пропустили сегодня трансляцию, раз в месяц проходит по сайту, то, да, то дождитесь, когда у вас Good Game, блин, загрузится. И заходите в новость на главной странице. Там все будет. Все. Пока. Спасибо за все. Увидимся завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.